Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Это видео-разбор на платную тему на WordPress под названием Wisco. Русскоязычные разработчики, тема меня заинтересовала, я решил сделать разбор на эту тему, потому что на данной теме я увидел уникальные возможности, что не встречал, по крайней мере, из своего опыта ни в одной другой теме. Тема не имеет какую-то ограниченную бесплатную версию, имеет только платную версию. Тема поддерживает практически любые конструкторы Elementor, DV, BB Press, это форум, Gutenberg, встроенный редактор WordPress. На данной теме можно построить лендинги, блоги, визитки, тема работает интегрирована с WooCommerce, то есть интернет-магазины, то есть тема заточена. Но самое главное, уникальные возможности. Такие возможности обычно реализуются сторонними плагинами, а это настройки внутри темы. Возможно, они кому-то покажутся мелкими, небольшими дополнениями, но крайне приятными. И в этом видео мы с вами посмотрим, на что способна данная тема, разберем ее настройки. Одно из важнейших преимуществ, так как тема русскоязычная, значит и весь интерфейс будет на русском языке. Итак, тема WISCAL. Подробности в этом видео. Давайте сначала взглянем с вами на страницу презентации темы, официальный сайт разработчиков сейчас перед вами. Что они предлагают? То есть здесь так все на русском, думаю, здесь просто надо погулять по сайту, вы разберетесь. Ссылку на этот сайт и вообще все полезные ссылки, прилагающиеся к данной теме, вы найдете в моей статье на сайте fedorvasilev.com, в соответствующей статье. Если вы это видео смотрите с YouTube, значит ссылку я оставлю на статью в описании под видео. Здесь вы сразу можете посмотреть демо-магазина, демо-сайт. То есть демо-магазин это с предустановленным WooCommerce, то есть как выглядят товары, оценить дизайн, скорость сайта. То есть немаловажно, разработчики уделили внимание производительности, чтобы сайт очень быстро грузился. В общем, здесь можете на досуге посмотреть. Также демо-сайт, просто сайт без WooCommerce и купить тему. По поводу купить сразу поговорим. Вот здесь для удобства, смотрите, можно рубли переключить. Сейчас у них скидка идет. Вы сможете купить, здесь есть ограничения на один домен, если нужно 2.519 со скидкой. По тарифным планам все вроде как включено, только здесь идет 2 домена, 5 доменов, 10 доменов. И есть для агентства специальные какие-то условия. Вроде как платить надо один раз, ограничений нет. Тема имеет конструктор главной страницы, то есть вы легко можете конструировать, то есть встроенный свой конструктор. Или за счет Гутенберга, или встроенным. Конечно, лучше делать, я думаю, встроенным, чтобы не привлекать никаких сторонних там ни Elementor, ни DV, и желательно еще и не Гутенберг. То есть все построить по возможности на самой теме, все страницы сверстать. Если так получится, то тема будет, конечно, максимально быстрая. Не надо забывать, что сам WooCommerce плагин, я имею в виду интернет-магазин, если мы делаем с ним, то он сам по себе достаточно тяжелый плагин, и лучше ничего больше особо не нагружать сайт. Вот совместимость можем посмотреть, честно говоря, даже не верится. У меня практики нет протестировать со всеми этими моментами. Но есть и Contact Form 7, полная интеграция, и дизайн, и различные формы. Builder, DV, Builder, Elementor. Можете сами посмотреть, практически со всеми популярными плагинами есть совместимость. Сразу хочется отметить, естественно, мы сейчас дойдем, будем разбирать настройки. Вот когда я смотрел демо с сайта, например, вот такая фича. Вроде бы мелочь, но это в самой теме, не плагин, и можно привязать сразу соцсети, это очень удобно. И телефон сотовый, то есть по клику, вас сразу перенаправит в WhatsApp, Viber ваших клиентов. Это очень удобно, вот эти мессенджеры, они очень хорошо работают именно в связке с клиентами. И вот такая штука здесь реализована. Я сразу на нее обратил внимание, она мне очень нравится. Внизу вот этот виджет, например. Это тоже не плагин, это не сервис, это встроенное. На выбор человека, да, подвязать можно мессенджеры, и человек выберет, куда вам написать. Вот очень важная вещь. Или сбоку. Мне это не особо нравится, но тоже телефонная трубка, email, по клику. Например, со смартфона зайду, пальцем нажму, и также перенаправить сразу в телефон или на почту. Вот такие штуки можно. На выбор можно. Либо это оставить, либо это оставить, либо все вместе в связке использовать. И это тоже соответственно. Настройка ползунка дизайн именно скролла. Вот этого отдельный плагин мы недавно рассматривали, но тут опции внедрены в тему настроить скролла. Вроде мелочь, но приятно. Ни в одной теме я не видел, чтобы можно было скролл настроить. Вот такие вот особенности. Социальные кнопки, все русские социальные сети можно вставить. Например, внизу этот виджет можно вставить в футере связи. Конечно, мы будем рассматривать эти виджеты. Давайте посмотрим. У меня уже есть лицензия на домен. Посмотрим давайте на моем демо-сайте, как установить тему, как активировать. Итак, вот у меня есть демо-сайт. Предустановленные настройки у меня установлен в WooCommerce. Немножко наполнил демо-товарами цифровой фототехникой. Сейчас стоит стандартная тема. Давайте посмотрим. То есть вы, когда тему купите, скачаете архив на компьютер, у вас будет возможность скачать саму тему и дочернюю тему. Вы скачиваете обе. Потому что если есть дочерняя тема, то мы ее активируем. А родительскую тему оставляем установленной, но не активированной. То есть делаем правильный порядок установки. Внешний вид темы. Заходим. Я нажимаю добавить. Нажимаю загрузить. И с компьютера перетаскиваю архив с темой. Нажимаю установить. На момент записи данного видео у меня последняя актуальная версия темы 3.6.4. Тема успешно установлена. И загружаю второй скачанный архив с дочерней темой. Вот у нас дочерняя тема. Тема успешно установлена. Если я перейду сейчас в темы. Вот у меня тема Wiscoll. И Wiscoll дочерняя. Я ее активирую. После активации у нас выскакивает предупреждение, что нам нужно активировать лицензионный ключ. Без этого ключа мы не сможем настроить тему. Я кликаю по ссылке лицензионный ключ. Настройки. То есть вот я нахожусь здесь по сути настройки. И вот она внизу видите лицензия. Сейчас я ввожу свой лицензионный ключ. И нажимаю сохранить изменения. Итак, перехожу в тему. Вижу, что дочерняя тема у меня активна. Версия именно дочерней темы у меня 1.0.0. И это дочерняя тема, нам говорят. Перейдем на фронтальную часть сайта. Обновимся. Посмотрим изменения. И сразу. То есть я ничего еще не настраивал. Вот сразу мое меню, которое здесь было. Оно вот здесь выскакивает. Сразу какая-то улица. Этот виджет уже с телефонами стоит. Останется нам только настроить. Кнопки тут. Логотип, текст. Это, конечно, мы посмотрим с вами. Есть у меня там блок. Блок у меня был. Сразу он тут выводится. Настройки блога. Там, конечно, все у нас есть. Давайте пока просто отсюда посмотрим виджеты. Потому что с данной темой на борту виджеты идут. Они сразу, что мне здесь понравилось. Обычно идут скопом со всеми виджетами, которые есть в самом WordPress. Виджеты WooCommerce. Интернет-магазин и плагин. А тут видите, как подписано Wisco. И они сразу помечены цветом. Мне это очень нравится. Визуально я сразу вижу, они все здесь. Есть у нас Wisco контакты, баннеры. Это все дополнительный контент, который мы можем настроить. Контакты, метки, популярные записи, форма, рубрики, категории товаров. Конечно, мы сюда еще будем в течение этого видео обращаться и разбирать самые интересные виджеты здесь, от этой темы. Внешний вид темы. Давайте посмотрим плагины. Нам говорится, что мы можем, то есть отсюда, ну мы можем из репозитории контакт форм 7 скачать. Просто не всем он нужен. Так как у нас есть отличный виджет, встроенный с мессенджерами, который вы уже видели. Контакт форм 7, конечно, мы можем установить, но не думаю, что нагружать еще свой сайт чем-то я бы не советовал. А так можно поставить, и данная тема хорошо работает с этой популярной формой. UAST, UAST, да, это SEO-плагин популярный для WordPress. Итак, я страницу вывел главную как блог, то есть записи, статьи. Есть у меня несколько, чтобы показать демо. Анонсов. Сможете симпатично. Естественно, это все сейчас в процессе обучения будем смотреть. Это все можно менять. Все достаточно шустренько. Магазин. Как выглядят карточки товара. При наведении корзиночка всплывает. Добавить в желание. Разное отображение карточек. Опять же, сейчас мы просто смотрим визуально. Пробегаемся. Будем смотреть, какие здесь есть варианты настройки. Как смотрится карточка товара. Поделиться в соцсетях. Галерея. Описание детали. То есть это атрибуты, отзывы. Похожие товары. У нас в виде карусели. Недавно просмотренные. Давайте пройдем внешний вид темы. Настроить. Для быстрого редактирования, конечно же, вы видите такие карандашики. Вас сразу будет перенаправлять вот на эти блоки. Для тех, кто хочет быстро настроить сайт. Вот, например, кнопка «Заказать звонок». Видите, там карандаш. Нажали. Сразу этот блок либо отключили, либо настроили. Но мы с вами не будем торопиться и пойдем по настроечкам. Первое. Свойства сайта. Логотип свой загружайте. Если его не будет, там будет текст. У меня вот он уже загружен. Давайте даже я удалю. Если логотип я удаляю, то у меня заголовок сайта. Вот он подставляется. Если нет логотипа, можете просто название бренда написать. Описание сайта, которое здесь мы видим. А я загружу логотип свой. Просто возьму другой вид логотипа. Так, обрезать я не буду. Он здесь сразу, кстати, видите, масштабируется в нужный размер. То, что приятно, логотип на странице авторизации можно загрузить. Я такое вообще люблю, когда мы брендируем эти части. Это здесь тоже я это отмечаю мелочь, но такого нету в других платных темах, по крайней мере, которые я смотрел. Дальше. Это у нас фавиконка, маленькая иконка сайта, которая видна во вкладке браузера. Здесь вот видно на скриншоте, как это будет. У меня уже загружено. Поиск. У нас есть вот здесь вот поиск. Если я отключаю иконку поиска прячется, конечно же, поиск на сайте портале, блоге, интернет-магазине нужен. Мы его оставляем. Поиск Ajax по технологии Ajax у нас с вами выключено. Давайте здесь вот пока поставим паузу. Я хочу сразу вот этот момент показать. Здесь, конечно, нужно загрузить логотип векторный, потому что даже здесь видно, что у меня некрасиво смотрится. Но просто он показывает, что вы брондируете админскую часть. Если вы делаете клиенту сайт, вы, считай, избежите дополнительного плагина какого-то, установив здесь свой логотип или клиента по желанию. Возвращаемся в настройки, где мы с вами остановились. Много раз тоже говорил. Ajax или Ajax – технология, которая показывает какое-то динамическое действие без перезагрузки страницы. Это хорошо видно на поиске. То есть будет искать, красивенько выдаст товары без перезагрузки страницы. Такое, конечно, я рекомендую ставить. Это очень полезно, красиво. Но при включении этой опции у нас появляется дополнительная опция. Показывать краткое описание в результатах поиска. Да, нет. Но это надо уже смотреть. Хотите ли показывать? Да, нет. Формат поиска изначально вверху с затемнением экрана. Вот такой поиск. Вот здесь вот мы ищем. И сразу можно выбрать то, что тоже я заметил. Очень прикольно смотрится. По всему сайту, по блогу, страницам. Или вы ищите товар. Ищите по магазину. То есть если у вас установлен в e-commerce тренд-магазин. А выбрать на уровне меню. Тогда вот так вот она всплывает. Как больше нравится. На уровне меню постоянно видимое. Если поставим точку разнообразия поиска. То есть сразу видимо поиск и выбор категории. Но я либо возьму, либо вот этот вариант. Либо первый вариант. Мне просто по вкусу, что больше нравится. И давайте просто Ajax. Я посмотрю как работает. Давайте я перейду на главную. Например, я возьму то, что у меня на сайте присутствует. Просто возьму бренд Sony. И по всему сайту. Видите, вот она Ajax. Не было перезагрузки. Крутился колесико. И показывает все результаты со словом Sony. То, что нашел. Поиск. Смотреть все результаты. Также есть ссылочка. Вот так вот показывает все результаты. Или можем сделать так. У меня Sony и блог, и магазин. Я начну прям набирать. Находит. Причем показывает именно товары. Это все товары. У меня 4 добавленных товара. 4 аппарата Sony. Он их и нашел. То есть он не искал сейчас по всему сайту. Это работает. В настройках здесь у вас есть. Мы можем скрыть по всему поиску. Например, глазик отключаем. И у нас пропадает вот этот выбор. По блогу и страницам. То есть если у вас только интернет-магазин, вы так и можете оставить. У вас будет искать только по магазину. Видите, списка нет. И даже это можно менять местами. То есть список, чтобы был первый по магазину. Вот он. Видите, по магазину первый. Дальше. Код в хед сайта. Если надо вставить. Или код в футер перед боди. Сюда вы вставите счетчик аналитики. Яндекс или гугл. Чтобы отслеживать посетителей на сайте. То есть здесь поля сразу присутствуют. И даже здесь кнопка сброса. Тоже маленькая приятность. Я сохраняю здесь все изменения. То есть я вам показываю опции. И сразу настраиваю так, как просто мне по душе. Вы, конечно же, настраиваете так, как вам больше нравится. Заодно вы просто понимаете, на что она способна. И какие есть возможности у данной темы. Так, здесь мы с вами посмотрели. Следующее оформление. И здесь много-много подпунктов. Первый шаблон сайта. Сразу можно выбрать на всю ширину. Сейчас у нас выбрана ограниченная ширина. И максимальная ширина 1200. То есть это у нас каркас. Сразу сдвину ползунок, чтобы посмотреть, что у нас происходит. Минимальный я могу сделать 1000. То есть такой, скажем, коробкой. Сразу контент тоже внутри уменьшается. Максимальный 1920. На всю ширину. Если делаем, то прячется эта опция. И контент будет вот так на всю ширину. Здесь надо уже смотреть, на самом деле. И посмотрим на товары. И лучше всего, конечно, сохраниться и прям перейти на фронтальную. Вот как было. Наверное, как было я оставлю. Вот так вот это смотрится. И если я перейду в магазин. Тут место под сайдбар есть. Хотя, в принципе, наверное, я сделаю на всю ширину. Смотрите, симпатично. Я люблю широкоформатные такие дизайны. Хотя я люблю, в принципе, и разные моменты. И колонкой тоже. То есть ограниченная ширина. У нас есть ползунок. На всю ширину ползунок прячется. Также скругленные углы. У нас 10 стоит. Смотрите, что это такое. Если я ставлю на 0, получается, это действует для всего сайта. Вот смотрите, если вы обратили внимание, например, фильтры. Вот эта сама рамочка. Вы видите, она скругленная. Здесь. Вот эти вот товары, рамочки скругленные. И вообще, меню. И, честно говоря, мне здесь это не очень нравится. А теперь смотрите, как смотрится, когда все прямоугольное. Я думаю, что просто 10 пикселей много. Можно сделать 3, максимум 5. Но 10, опять же, тут дело вкуса. Я оставлю абсолютно без скруглений. Давайте посмотрим здесь. Все применилось. Хорошо, что есть такая опция. Мне это очень-очень нравится. То есть когда вот так вот все будет у нас прямоугольное. Поиск. Давайте я посмотрю. То есть и блок. Вот эти вот каркасы анонсов. Они все становятся без скругления. И мне это очень нравится. Когда делаете каркас, вот смотрите. Картинка должна у вас быть хорошего качества в блоге. Если делаете тоже так широко. Возвращаюсь назад. Дальше. Логотип. Цвет логотипа. Если логотип выводится текстом. Но мы не можем значит цвет увидеть. Потому что я не текстом вывожу. А иначе можно было бы посмотреть. Максимальная ширина логотипа. И смотрите. Здесь у нас на ПК и показано. Какие разрешения. На планшетах и на телефонах. Давайте я посмотрю. Это как раз вот увеличение логотипа. И стрелка сбросить. Оставим. Внизу иконки. Вы сразу можете посмотреть. Как приблизительно будет смотреться на планшетных устройствах. Я еще кстати сам не смотрел. Как смотрится меню. Под пункты меню. Так. Логотип нормально. Так. Здесь я сброшу. Потому что у меня нет текста. И. То есть все уже адаптивно. Видите. Я ничего не трогал. Все адаптивно. Дальше. Цвет элемента. Ну важная вот эта вкладка на самом деле. Это мы настраиваем цвета всему сайту. У нас акцент цвета так называемый. Когда вы видите. Видите. У нас везде все синенькое. Так. Везде синенькое. Синенькое. Здесь он базовый цвет. Или это акцент можно назвать. Просто берете любой цвет. У меня уже в предыдущих обзорах был и фиолетовый и оранжевый. Вот сейчас я думаю. Какой же цвет выбрать. Для этого демо сайта. Пускай желтенький. Смотрите. Социальные кнопки. В общем. Все вот эти моменты. Будут желтые. Вы можете просто поиграться настройками. Базовый цвет. Второй. Темный. Тоже можете поиграться. Посмотреть. Цвет ссылкам. Цвет иконкам. Разные цвета. Можете здесь просто настроить. Думаю здесь понятно. Движемся дальше. Фон сайта. Основной фон белый. Смотрите. У нас есть вариант сразу посмотреть на серый цвет. Я даже предлагаю вам перейти на основную часть сайта. На фронтальную. То есть это и подложка под меню. Серая. Ну в принципе смотрится тоже приятно. Но мне кажется было бы конечно удобно кастомный цвет фона взять. Опять же здесь вы должны понимать. Это должно быть что-то нейтральное. Сейчас я просто выбрал синий. Но я наверное все-таки оставлю белый. Вы конечно можете взять любой другой цвет. Здесь я нажму сбросить. Дальше фоновое изображение. Можно загрузить. Но здесь наверное нужно загружать большое фоновое изображение. Не менее Full HD 1920 на 1080. Отображение изображения. Повторять в обе стороны. Ну значит можно загрузить маленькое изображение паттерн. У которого стороны стыки будут совпадать. Тоже можете поиграться. И изображение на всю ширину можно выбрать. И вот эта фишка тоже опять же мелочь. Но тоже далеко не у всех она есть. Анимация фона сайта. Это прям я бы себе сделал. Включить анимированный фон. И появляются дополнительные возможности. Отображать только на главный. Вот здесь вот надо вам решить. На всех страницах я бы не стал ставить. Опять же вы еще должны понимать что за немеренный фон. Но я сделаю только на главный. Цвет для анимации. Смотрите. Один есть цвет. Второй, третий, четвертый. Время анимации в секундах тоже можете здесь управлять. И давайте я возьму желтый. И пускай будет наверное серый. Другие цвета можно задать. А можно наверное их и не трогать. Уже видно как он переходит. Но наверное серый мы не будем делать. Наверное нужно брать здесь что-то близкое к желтому. И я даже возьму нежно такой желтоватый. Сохранюсь. И смотрите. Перейдем на главную страницу. Здесь опять же не видно за счет этих блоков. То что у меня выбрано. Видите здесь статьи. Если бы тут был какой-то контент. Но сзади все равно видно. Обратите внимание. Очень плавно с желтого переходит. По идее должно переходить к оранжевому. Вот сейчас это видно. Вот сейчас меняется цвет. Вот он видно. Становится такой оранженький. Здесь наверное слишком вырвиглазные цвета делать не стоит. Я возьму такой нежненько желтый. Да вот с цветом играюсь. Видите что происходит. Все на светлом. Желтый смотрится конечно не читается. Вот тоже ошибка новичков. Учтите этот момент. Здесь с анимацией я думаю понятно. Если берем желтый. То он должен быть темно желтый. Ладно давайте я не буду мудрить. Вот оранжевый. Он в принципе достаточно темный. Его я и оставлю. То есть на белом. На основании белого. Видите как приятно сразу смотрится оранжевый. Читается во-первых все. Здесь тоже. И вот они цены. И смотрится прям приятно. Ладно оставим этот цвет. Вообще цвет это такая мощная тема дизайнерская. Если с ней подойти так скажем с правильного угла. Можно потратить много времени на подбор цвета и так далее. Дальше. Здесь с фоном я думаю понятно. Шапка сайта. Вот одно из важнейших. Это организовать шапку. И какие возможности нам дает. Смотрите как много всего есть. И давайте посмотрим. Цвет фона шапки. Светлая. Давайте просто посмотрим. Выберем любой цвет. Опять же видите. Если красный. То должно быть что-то светлое красное. Вот. Ну я конечно оставлю белый. Или просто сброшу цвет. Пускай она будет светлая. Понятно здесь и так. Показывать разделитель. У нас стоит птичка. Прячется линия между менюхой. Конечно это лучше оставить. И цвет этого разделителя. Темный и серый. Я тоже оставляю. Вот. Можно выбрать. Цвет фона блока с меню. Давайте сразу. Просто выбираю цвет. Чтобы понимать. Где. Вот это наше менюха. Я наверное попробую сейчас сделать под цвет акцент. Который был. Вот. Но тогда здесь надо менюхе делать белый. Иначе не читается. То есть вверх светлый. И вот он цвет текста. Попробуем сделать белый. Тоже не подойдет. Потому что вот здесь вот при наведении сразу телефон не видно. Понятно просто теперь где это белый цвет у нас. Фоновое изображение для шапки можно загрузить. Показано для компьютеров. Выбрать изображение. Также как это изображение будет там вмещаться. Растягиваться. Вот эти вот параметры. Это надо играться если вы изображение загружаете. Фоновое изображение для планшета. И те же возможности для изображений. Для телефона. Я этого уже делать не буду. Понятно. Режим заполнения значит тоже выбираем. Фоновое изображение на планшете. То есть для разных расширений можно загружать здесь фоновое изображение. Не думаю что для шапки изображение вы будете загружать. Обычно это просто какие-то цветные блоки. Вот так пока что выглядит. Вот эта плашка. Доберемся до цвета пунктов меню. Здесь их я наверное сделаю белые. Если я использую полоску вот такую-то оранжевую. Дальше футер сайта. Переходим в футер. Это нижняя часть сайта. И здесь аналогичные настройки. Светлый и темный. Обычно футер у нас темного цвета. И цвет фона. Можете здесь играться. Я просто возьму грязный оранжевый какой-нибудь. Так как у меня вообще оранжевый цвет. Что-то типа вот такого. Даже наверное сделаю темнее. И дальше просто цветами поиграйте. Цвет заголовков в подвале. В нижней части сайта. И фоновое изображение тоже можно загрузить для разных устройств. Поиграйтесь, посмотрите. Дальше стиль скролла. Вот как раз таки. Это вот эта штука. Ползунок, за которым мы тянем, чтобы прокрутить страницу. Мне нравятся все эти вещи. Потому что это уникализирует данную тему в искал. В противном случае нам пришлось бы ставить плагин. А здесь есть. И я конечно же ее сейчас забрендирую под свой оранжевый цвет. У меня оранжевый цвет. Значит я ее здесь беру. Выбираю. И при наведении можно, чтобы она менялась. Пускай тоже меняется на оранжевый. Но только оранжевый будет темно-оранжевый. Фон скролла. Вот там такая белая плашка. Я так понимаю, это как раз цвет для нее. Но я его оставлю по умолчанию. И вот ширину я наверное сделаю побольше. Сделаю 10. Посмотрим как будет. Вот. Потолще сделаю. И ширина скролла в блоках с контентом. Я даже хочу прям с фронтальной части перейти. Где у меня блок выводится. Вот так вот теперь это будет у меня выглядеть. Интересненько. Дальше переходим с вами. Настройка шрифтов. Вот тоже важный момент. Потому что шрифты могут тоже нагружать. И разработчики здесь внедрили по умолчанию. Сейчас стоит у нас по-моему Монсеррат. То есть семейство шрифтов браузера по умолчанию вы можете выбрать. Наверное лучше их использовать. Потому что Google шрифты так или иначе все равно я считаю будут нагружать сайт. Но я попробую выбрать поменять шрифт роботу для всего сайта. То есть это более тонкие буковки такие. И мне так поинтересней. И размер заголовков в блоках на главной странице. Тоже размером для ПК, для планшета, для телефонов. И размер для заголовков уровней H от 1 до 6. Это опять же надо смотреть. То есть это заголовки блогов, заголовки анонсов, постов, заголовки товаров. Это все помечается обычно заголовками H1, H2. Пока можно оставить по умолчанию. Потом настроите. И размер текста параграфа тоже можно увеличить для разных устройств. Давайте вот как было. Монсеррат по умолчанию шрифт и робота. Так, зайду в какую-нибудь статью. Более тонкие буковки оставим. Разработчикам можете написать. Если нужно добавить свой уникальный шрифт, они скорее всего сюда вам добавят его. Дальше кнопки. Кнопка в шапке сайта. Тип кнопки. От настроек базового цвета. У нас есть одна кнопка в шапке. Обычная кнопка. Если выбираем, меняется цвет текста фон. Давайте-ка я сразу попробую поменять фон. Да, это та самая кнопка. Кнопки, в принципе, как правило, делаю такими желтенькими. Я попробую сейчас поменять немножко цвет. Слишком вырвиглазный был. Грязно-грязноватый. Ладно, что-нибудь вот такое. Но цвет текста тогда надо делать либо белый, как будет читаться. Все должно читаться обязательно. А чтобы посмотреть. И причем там сразу такая некая анимация. Пускай оранжевая тогда у меня будет прям вот такой. Ну, пускай вот она будет такая. Не буду сейчас тратить время на это. Обратите внимание, тоже мелочно приятно. Вот этот блик пробегающий. Такого я нигде не видел, чтобы это было встроено где-то в теме. Пробегающий блик приятный. Вообще, эта кнопка, да, она пока у нас, видите, никуда не ведет. Мы ее не настроили. Пока настроим ее дизайн. Дальше обводка. Цвет блика, анимации. Представляете, даже блик. Давайте я попробую сделать прям белый. Скорее всего, она будет, да, она будет прям такой ярко выраженной. В принципе, наверное, так лучше не оставлять. Но я сейчас для демо-сайта оставлю. Цвет текста при наведении можно менять. Фон при наведении. Обводка при наведении. Цвет блика, анимации при наведении. Обалдеть. Я такого даже не видел. Представляете, какая тонкая настройка. Цвет блика при наведении. А давайте посмотрим. Навожу мышь. Это надо еще дождаться блик. Да, он действительно бежит желтый. Удивительно. Какие здесь есть настройки. Скорость анимации на кнопке вот этой, скорее всего, блика. Дальше кнопка в модальном окне «Заказать звонок». Опять же, модальное окно надо настроить, я так понимаю. У меня пока что оно не работает. Я думаю, нужно его настроить. Потом не забудьте вернуться сюда и настроить. И различные кнопки. Прайса, АНАС. Тут на самом деле, вот эти все, видите, большое количество настрой кнопок для виджетов, которые входят в Вискл. Мы виджеты будем смотреть, и потом дизайн этих кнопок для этих блоков, они настраиваются здесь. Итак, назад, стиль, меток и категорий. Метки я, по-моему, не выводил к статьям. То есть, когда вы добавляете запись, там можно добавить метки. Метки можно добавить к товарам. Я давайте посмотрю, здесь, возможно, есть метки. Я зашел в товар, вот у меня метка есть в товаре, стиль тегов. Стиль тегов не меняется, скорее всего, это, наверное, к блогу у нас идет. У них даже страница 404, смотрите, страница не найдена. Видали, как с анимацией сделано? Что-то тут стал гулять по страницам и попал сюда. Я так понимаю, это блок меток надо выводить. Тогда мы увидим стиль, дизайн. Это не конкретно в товар метки. Поэтому я так и оставлю пока что. А вот стиль категорий, вот у меня без рубрики. Этер здесь как раз-таки ниже, стиль категорий. Я делаю по дизайну оранжевый. Сейчас вы видите, они покрасятся. Вот, потому что вот этот серый мне вообще не нравился. И посмотрим здесь. Да, ну здесь выводится товар, мы посмотреть тут не можем. Ладно. Цвет текста, соответственно, тоже настраивается. Белый на оранжевом хорошо смотрится. У меня тут белый стоит. Цвет текста при наведении. Такой серый. Но я бы выставил в дизайн. У меня грязно такой оранжевый, темно-оранжевый. То есть тут смотрите, я сейчас с цветами на самом деле у меня расход такой. Цвета у вас должны быть забиты в палитре. Готовые не больше там четырех цветов. Перед созданием сайта. Чтобы не было такого, что оттенки разные. Потому что это будет совсем непрофессионально. Сейчас я просто показываю возможности, поэтому я тут не останавливаюсь как-то детально. Я беру произвольно, просто кликаю на цвет. Так делать, конечно, на рабочем сайте нельзя. Фон при наведении. То есть и фон можно менять, но фон менять я не буду. Все здесь. Дальше. Цвет ссылок в главном меню. Вот давайте смотреть. Цвет ссылок первого уровня. Я так полагаю, это наше вот это серое меню. Если плашка сама темная, то я бы предпочел меню сделать белым. И я оказался прав. Обратите внимание. Белые. Но при наведении серый. Цвет при наведении. Ну у меня это, как я и говорил, грязно-оранжевый. Вот здесь так и есть. Цвет подчеркивания тоже. Я бы, наверное, даже сделал белым. Есть такой здесь цвет. Да, но смотрите, опять же, подчеркивание у меня почему-то подчеркивается темным. Возможно, здесь баг, потому что, ну, подчеркивание это вот здесь и должно быть. Не знаю, у меня почему-то темным остается. Ну, возможно, стоит почистить кэш. Цвет ссылок второго уровня. Вот у меня есть второго уровня. Давайте я попробую сделать оранжевыми. И при наведении темно-оранжевые. Так и есть, работает. Смотрите, оранжевые при наведении, они темно-оранжевые. Здесь тоже. И, конечно же, вот эта вот штука, которая вот так подсвечивает, цвет она меняет. Я бы предпочел, чтобы здесь отступов не было. Не знаю, можно задать внутри. А пока что, если я пока сделаю это прозрачным, чтобы просто вот так они меняли. Видите? Так лучше мне больше нравится. Потому что, так как они как-то внутри, не во всю ширину, тут эта плашка при наведении, мне это не особо нравится. Вот так мне нравится больше. Возможно, дальше в настройках эти отступы можно будет убрать, посмотрим. Тогда можно сюда будет вернуться и потом цвет назначить. Так, здесь я сохранюсь. Видите, пока что все достаточно просто и понятно, как это все настраивается. Стиль плавающих кнопок. Это как раз-таки вот эти кнопки. Уже при наведении они у меня оранжевые. Но вот этот серый мне не нравится. Нельзя кнопки как-то вот такими серыми оставлять. Цвет иконок. То есть они у нас белые и оранжевые. Давайте посмотрим, если я делаю белый. То есть они как бы и есть белые. А если я сделаю их оранжевыми? Да, цвет меняется, они оранжевые. Соответственно, фон. Надо, чтобы они, конечно, были в дизайн, ну или чтобы они как-то привлекали, возможно, внимание. Тогда здесь белые. Да, видите, настраивается это здесь. Опять же, сюда надо повесить ссылки, пока у нас они никуда не ведут. Вот так вот оставим. Цвет иконок при наведении. Оранжевые можно поменять. И фон при наведении даже можно поменять. Я оставлю вот так. Далее. Стиль для рабочей дни. У нас с вами вот этот блок, о котором я уже говорил, здесь выводятся у нас рабочие дни. Его настройки находятся не здесь, но стиль ихний находится как раз-таки здесь. Настройки для рабочих дней в шапке, настройки для рабочих дней в футере. То есть вот эта часть для вот этого блока настройки цвета, а внизу у нас не выведен, но для него цвет есть здесь. Вот футер. Если будете выводить, то сюда вернетесь и цвет настроите. Цвет текста рабочих дней. Да, и мы сейчас, скорее всего, с вами не увидим, потому что рабочие дни надо выводить. Видите, тут на самом деле они не выведены. Вот это понедельник, воскресенье и время, это немножко не то. Поэтому смотрите, запомните, мы делаем оранжевый цвет, цвет текста рабочих дней. Фон не трогаем, цвет текста не рабочих дней. Делаем красными. И когда мы дойдем до настроек, вы вспомните, что мы делали вот эти два цвета, мы их увидим. Просто у нас это не настроено еще, не дошли до этих настроек. Здесь, к сожалению, порядок, проходя настройки сверху вниз, не соответствует порядку именно того, что мы настраиваем. Поэтому здесь есть небольшая такая специфика самой темы. Здесь настройки мы закончили. Назад нажимаю. Это было визуальное оформление. Следующий у нас идет настройка шапки. Топ-баннер. Время жизни, куки и днях. Опять же, смотрите, здесь можно вывести баннер. Как будет показываться пользователям, наверное, раз в 7 дней. Цвет фона, цвет текста и слайд. Так, давайте попробуем здесь это сделать. Текст. Привет, мир. Ссылка. Можно повесить. Я пока что просто поставлю заглушку. Открыть в новой вкладке ссылку. Надпись на кнопке. Можно переименовать вместо подробнее. На каких страницах отображать слайдер. И здесь будут ваши страницы. На главный. Видите, как сделано. Можно и везде как-то это настроить. И смотрите, как только выбираю на главный, вот такой вот появляется баннер. Привет, мир. Кнопка подробнее. И крестик закрыть. Естественно, мне должно это показаться один раз за 7 дней. Вот так вот сворачиваем. И вы можете добавить еще баннер. Не ограничено для разных страниц. Здесь это очень круто. На самом деле устроено. Единственное, только здесь мне непонятно. У меня цвет фона синий и белый. Но у меня почему-то он оранжевый. Давайте-ка я обновлюсь. Посмотрю. Вот он возникает. По крестику я его закрываю. Обновляюсь. И мне баннер не показывается. То есть куки работают. Навязано это пользователям не будет. На самом деле все работает. Цвет просто надо задать. Видите, зеленое стало. Так что цвета работают, меняются. Вставьте как хотите. Так, я слайдер вообще уберу. Дальше. Адрес. Вот адрес, который здесь у нас располагается. Меняйте на свой. Ссылка на... Если надо на адрес повесить, можете поставить. Изображение. Добавить сюда изображение. Здесь все понятно. Телефон. Настройка телефона. Давайте-ка я сразу пропишу свой телефон. Телефон я свой поставил. 960-375-5004. Это мой телефон. Кстати, можете звонить мне по этому телефону, если вам нужно заказать сайт. Если нет времени разбираться. И вам нравится эта тема, я выскал. Давайте на этой теме создадим вам сайт. Интернет-магазин, блог или лендинг. Итак, тип телефона. Смотрите. То есть первое. Что отображаете? Отображается телефон. Вы сюда можете сразу поставить популярные мессенджеры для общения. Вот это то, что очень важно. И мне это самому нужно. И я это прям очень оценил. Выбрать средства связи. Телеграм, вайбер, популярные мессенджеры, ватсап, скайп, витчат. То есть получается, вместо телефона первым, например, я могу вывести ватсап. Тогда получается, подставляется сразу иконка ватсап, вы это видите, и номер, который привязан к ватсапу. То есть вы уже сами решаете, что туда выводить. Первым ниже список. Видите, подсказка есть. Если вы выбрали тип телефона как телеграм или скайп или витчат, вот здесь нужно указать ваш юзернейм того или иного приложения обязательно. Для ватсапа получается не надо ничего указывать. Дальше. Рабочее время. Просто текст. Видите, ставит понедельник, воскресенье. Меняете. Оно отображается тоже здесь, в этом блоке. И теперь смотрите. Вы можете вводить только один телефон, только ватсап или любой другой. Ниже вот эти блоки. Вот есть удалить кнопка. Или, если редактируем, также выбирайте любой второй, который будет. У меня сейчас телеграм. Иконка подставляется. Телефон телеграма. Надпись возле иконки вместо номера телефона, если хотите. Давайте попробуем написать телеграм. Посмотрим сейчас. Это тоже работает. Смотрите, видите, телеграм. Как вам больше нравится. Сделать надпись ссылкой. Давайте я удалю. Просто покажу вам, что работает это. Если это какой-то только один номер вы хотите поставить. Вайбер. Отдельно все можно настроить. То есть, просто пишите номер. Надпись возле иконки вместо номера телефона тоже можно задать. И скайп. То есть, я думаю, настроится все хорошо. То есть, правильный код здесь в теме прописан. Вам только нужно указать телефон. Иконка подставляется. То есть, все сделано за вас. Вот так это выглядит, если это только один. Хотите вывести телефон. Если хотите добавить, нажимаете добавить. И, как я и сказал, есть возможность телефон, телеграм, вайбер, ватсап, скайп и витчат. Добавить сюда. Показывать ли email. Ниже email. Подставляется, если сюда хотите выводить. И нам есть подсказка. Указать email можно в разделе настройки, подвал email. То есть, можно прямо перейти и настроить email. Я email показывать здесь не буду в шапке. С этим блоком в шапке именно мы с вами разобрались. Ничего сложного здесь нет. Рабочие дни. Это вот как раз таки то, что придает уникальность данной теме у искал. Смотрите. Помните, мы с вами только что задавали цвет. Во-первых, здесь можно вывести вот эти рабочие дни. И красным показываются дни нерабочие. Так, давайте рабочие дни вот так. А суббота, воскресенье выходной. Конечно, тут нужно задать цвет фона. Потому что здесь я ничего не вижу. То есть, если вы хотите такое выводить здесь. Здесь это можно выводить таким образом. И я сейчас прямо вернусь назад. Визуальное оформление. Стиль для рабочих дней. Чтобы задать им фон. Потому что цвет темный. Меня не устраивает. Пускай это будет оранжевое. А это будет белым. Название именно. То есть, вот так вот уже видите. Во-первых, стиль, дизайн. Здесь тоже, если красный, а здесь белый. То есть, как бы подчеркиваю красным, что это прям выходные дни. В эти дни звонить нельзя. Примерно вот так. Сразу мне интересно вот что. Здесь у нас, видите, тоже по цветам. Надо, конечно, все настраивать. И вот здесь у нас блок выводится. Здесь почему-то он не выводится. Здесь по клику, по иконке. Вот это, как у нас прячется. Улица. Поиск. В принципе, это все заточено. То есть, это выводится вот здесь. В самом меню. И поиск. И улица на планшете. Это у нас по клику, по трубочке. Так, это реализовано. В этой теме выскал. Выхожу из визуального оформления. Настройки шапки. Рабочие дни. Вот мы с вами настроили. Дальше кнопка. Заказать звонок. Это вот как раз таки мы сейчас к этой кнопке в шапке с вами возвращаемся. Меняйте все, что хотите там написать. Выберите форму. То есть, это получается. Установите плагин контакт форм 7. Можем прямо отсюда установить. И кнопка будет связана без каких-либо проблем с данной формой. Либо у меня сейчас не установлен контакт форм 7. Обычная кнопка. Включаем. Тогда мы как бы выбираем. Либо мы используем контакт форм 7. Либо мы, если не хотим использовать, тогда мы включаем кнопку. Укажите страницу записи. Ну, пускай будет какая-нибудь помощь. Или укажите свой URL. Посмотрим пока. Просто указываю запись, как это будет работать. Дальше. Маска телефона. То есть, если я нажимаю сейчас на кнопку, у меня просто открывается та страница, которую я добавил. И здесь, по идее, на этой странице надо разместить форму, да, чтобы человек мог заполнять. Давайте пока этот момент мы с вами остановим. То есть, вернемся сюда, возможно, контакт форм 7 посмотрим в связке с этой темой, потому что мне самому интересно. Пока оставим как есть. И дальше поле ввода телефона. Здесь ниже настройки. Опять же мы их увидим, когда с формы разберемся. Маска ввода для разных стран разная. Плюс 7 для России. И вот я ставлю RU. Если из представленных масок вы не находите для своей страны маску, видите, внизу они написали. Вы можете написать в поддержку, мы добавим маску. Необходимую для вас. Если из этого списка нет. В общем, мы здесь ставим галочку, то, что мы это пока подвесили в воздухе. Мы обязательно вернемся сюда и разберем эту заказать звонок кнопку вместе с контакт форм 7. А пока что движемся дальше. Порядок блоков. Где показывать лого? Стоит по умолчанию показывать лого и описание слева. Показывать лого и описание справа. Давайте сразу посмотрим. То есть, все меняется. Эта часть переезжает влево, а это вправо. Нет, я верну назад. Дальше порядок адрес телефон. Вот так вот, смотрите, меняется адрес телефон. Если телефон надо поставить здесь. Вот, например, адрес. Если вообще не будете выводить, глазиком скрываем. Кнопка тоже можно перемещать, скрыть. Вот эту кнопку, заказать звонок. Порядок иконок. Переключатель валюты у нас с вами пока не выведено. Аккаунт, избранная корзина. У меня все пока это не выведено. То есть, вы понимаете эти настройки. Скрывать шапку. При скролле вниз. Давайте я перейду в блок. Шапка исчезает. То есть, вот это видно. Но при прокрутке она у нас появляется. Если этот эффект нам не интересен, шапка будет всегда зафиксирована. Ну, пускай будет у меня всегда зафиксирована. Дальше. Вид шапки. Вид логотипа с блоками. Базовый стоит. Только логотип с описанием по центру. Давайте сразу посмотрим, что это значит. То есть, вот так вот вообще это работает, если другие блоки отключаются. Только логотип с описанием по центру. Логотип из соцсети. То есть, можно вообще вот так ее оформить. Если вам вдруг не надо никаких телефонов. Ну, делайте вы какой-то там сайт, где это не нужно. Логотип справа соцсети слева. Смотрим. То есть, вот так вот все это сделается. Вид шапки. Базовый. Магазин. Если мы делаем магазин, у нас появляются иконки как раз-таки добавить в корзину. Вот. Как раз которых нету, а мне они нужны. Я использую WooCommerce. Добавить желание. Профиль. Опять же, видите, они оранжевые при наведении. Это все надо будет находить и менять соответствующие цвета. Да, я оставляю магазин. Показывать меню категорий. Можно скрыть. Заголовок меню категорий. Здесь сейчас, в данный момент мы не видим этого. Боковая корзина. Если включаем, то по клику по корзине вот такая боковая выезжает. Я так понимаю. Ну-ка, если я ее отключу и нажму, то боковая мы видим не всплывает. Пока что корзина не настроена. У меня 404 ошибка. Да, я хочу такую боковую корзину, чтобы она вот так всплывала. Открывать корзину после добавления товара. Но это надо смотреть. И затемнение фона. Пускай затемняет, но только оранжевым. Темно-оранжевым. И здесь шапку я, естественно, оставляю базовой, но вид шапки магазин. То есть вот так вот. Отключил только адрес. Возвращаю кнопку, возвращаю заказать звонок и вставляю кнопки, которые связаны с моим магазином. Давайте обновить. Идем на сайт. Обновляюсь. Давайте я перейду в какой-нибудь товар. И в корзину. Вот так вот всплывает. Посмотреть корзину. С корзиной надо будет разбираться. Скорее всего, надо подвязывать будет ссылку. Пока у меня ошибка. 404. Вот, кстати, выводится категория. Слово категории. Здесь просто было не видно. Смотрите. Вот это меню, видите? Слово категории. Можно здесь написать товары и посмотреть, как это поменяется. Обновляю сайт. Видите, слово поменялось. Товары. Вот. И сразу это идут категории в e-commerce. Вот так вот можно вывести, если вам так удобно. Давайте я посмотрю, как это здесь. Вот. Вот так это выглядит для мобилки. Еще момент. Вот то, что у меня 404 ошибка. Если вы настраиваете с нуля сайт, возможно, у вас здесь ошибки не будет. И вы реально увидите корзину. Просто на этом, через этот сайт прошло несколько шаблонов, которые я обозревал. И там что-то сбил. Что-то накрутил. И, возможно, у меня здесь такая есть некая ошибка. То есть надо разбираться. Потому что у меня вызывает сомнение, что здесь должна быть такая ошибка. Ее тут быть не должно. По умолчанию страницы у меня были добавлены здесь. Либо это в настройках шаблона надо URL указать. Но у меня подозрение складывается, что все-таки я тут что-то нарушил, пока я тут настраивал другие шаблоны. Так. Здесь мы с вами посмотрели. И здесь остается в настройках шапки еще вид меню. И всего лишь одна опция. Выпадающее меню на всю ширину. Давайте это посмотрим. И сразу посмотрим на сфронтальной части сайта. У меня всего два подпункта, поэтому, возможно, нет такого интересного эффекта. Видите, как выпадает. Но это не категория. Именно вот для этих подпунктов. Возможно, если много подпунктов, будет смотреться хорошо. Но в моем случае я это отключаю. Назад. Назад. Сейчас вижу, что тема Wiscoll у меня обновилась на момент записи видео. Вот здесь вот в обновлении заходим. И версия 3.6.5. Фикс. Это исправление ошибок. Здесь показано, что исправилось. Конечно же, мы обновляем. Итак, все обновления завершены. Это сообщение я скрою. Решил я вопрос. У меня была 404 ошибка. Это все из-за того, что много тестирований я проводил с разными тут темами, шаблонами. И слетели ссылки. Вот сразу, если вдруг у кого-то проблема будет, тоже похоже. 404 ошибка. Это все в ссылках находится. Но первое. У меня это было неназначено в самом WooCommerce, в настройках. Если у вас 404 ошибка связана с WooCommerce, то вам надо в товарах на странице дополнительно. Вот страницы указываются же здесь. Где у вас корзина оформления заказа. Вот если тут пусто, надо найти ваши страницы. Просто название страницы вбивайте. Их здесь обязательно проставить. Сохраниться. И на вкладке товара. Вот страница магазин у меня была неназначена. Надо выбрать основную страницу. Она у вас создана в страницах. В любом случае. Но самое главное, мы переходим к постоянной ссылке. Настройке постоянной ссылки. И именно постоянной ссылке товаров я выбрал произвольно. Нужно вернуть вот такую ссылку по умолчанию. Именно важно, чтобы вот это стояло переменное. Вот здесь продукт. Может быть написан товар и так далее. Как только вот здесь я правильную ссылку вернул, сохранился, у меня стала вот эта корзина работать. Если я сейчас вам покажу. Оформление заказа тоже была ошибка. Вот сейчас видите, открывается тоже. Все, вернули на место. Теперь можно спокойненько, у нас все работает, вернуться к настройкам темы. Внешний вид настроить. Возвращаемся. Следующий у нас настройки подвала. Здесь свои настройки. Первая форма подписки. Можно организовать, например, внизу, чтобы к нам подписались. И здесь это реализовано. Как мы видим, нам нужен плагин опять «Контакт Форм 7». И ссылка «Установить отсюда». Мы позже, когда все настройки разберем, посмотрим интеграцию с этой формой. Поэтому пока это оставляем. Этой формы у меня не установлено. Дальше «Эмейл». Прописываем здесь свой «Эмейл». Добавить «Эмейл». Дополнительный «Эмейл». И так сколько угодно. Я попробую с двумя «Эмейлами». Проставляю свой «Эмейл». И нам говорится, чтобы мы увидели в подвале «Контакты», нам надо пройти виджеты. Давайте вот сразу, прям по порядку. Я перейду виджеты, прям отсюда. Добавить «Вискл». Вот он, «Контакты». Пробуем. Как только я его открыл, смотрите, у нас сразу появляется, во-первых, вот этот элемент, который в шапке телефона. Улица, два «Эмейла». Третий я, видимо, добавил, иконка появилась. А не добавил «Эмейл», видимо. Заголовок. Если я пишу «Контакты», текст выше будет. Дополнительный текст, если надо, вот здесь он, под заголовком. Я не буду писать здесь ничего. Теперь отсюда я выйду по крестику из шаблона. Мне удобнее работать из панели виджетов. Мы все-таки посмотрим с вами «Внешний вид виджеты». В этой области виджеты в подвале. Вот он, добавленный. То есть мы можем либо отсюда, либо из шаблона управлять виджетами. Вот виджет в боковой панели, виджет в магазине. Тоже с вами рассмотрим. И вот он, данный виджет «Контакты». Пока я здесь нахожусь, сразу виджет «Категории товаров». Кликаю и добавлю вот сюда в магазин. Ну, потом, когда мы дойдем, мы сразу увидим, должны, по крайней мере, увидеть категорию товаров, как она будет выглядеть. И виджет в боковой панели для страниц или страницы блога. Популярные записи. Можно вот так перенести. Рубрика записи у меня без рубрики. И отображать категорию автора. Пускай будет так. На странице магазина вот вы видите, выводится виджет. Категории товаров, как я и хотел вывести. Сюда фильтрацию можете потом выложить по атрибутам. И даже эта колонка у нас залипает при прокрутке. Далее, в настройки возвращаемся к копирайты. Но здесь год ставится, мы это не трогаем. Значок копирайтов тоже оставляем. Внизу, видите, автоматически здесь, по идее, год будет меняться. Настанет следующий год, будет 2023. Вот здесь вот пишите свои копирайты. Все права там защищены или название фирмы. Я напишу, значит, школу Федора Васильева. Сохранить. Назад. Дальше текст. Изображение. Посмотрим. Давайте введем какой-нибудь текст. Это центральная часть. Вот здесь вот. Добавим какое-нибудь изображение. Скорее всего, здесь подойдет логотип. Да, только как-то непонятно он здесь встал. Текст попробуем убрать. Вот так вот у меня изображение здесь появляется, если это нужно. В этом блоке, ладно, мы размещать ничего не будем. Дальше социальные кнопки. Первое. Прятать ссылки от поисковиков. Вот эти социальные кнопки. Хотите, можно переключить, и по идее поисковиком не будет учитываться. Но смотрите, здесь у нас не проставлены ссылки. Вот ВКонтакте. Надо ставить ссылку на свой профиль или группу ВКонтакте, если мы ВКонтакте используем. Дальше цвет иконки меняем здесь, цвет иконки при наведении, если хотите менять. Или цвета идут у нас из глобальных. Если какую-то будем не выводить, надо просто дарить решетку. Например, Facebook я не использую, Twitter не использую, Instagram тоже. Просто убираю решетки и кнопки отсюда прячутся. Это сейчас мы пока сортируем. Видите, их слишком много. Все то, что вы не используете, мы обязательно убираем. LinkedIn Pinterest точно нет. Яндекс.Дзен можно повесить ссылку. Видите, Pulse Mail.ru, Тиньков даже можно журнал повесить. Вот такие я оставляю социальные сети. То есть не забудьте к оставленным кнопкам, которые вы здесь используете, ссылки надо проставлять. Удалять решетку и ставить свою ссылку. Цвета, соответственно, хотите менять, хотите нет. Теперь прятать блоки. Например, глазиком закрываем, копирает вот этот блок целиком, я прячу. Ну, пока непонятно. У нас была возможность поменять верхнюю строчку копирайта, вот это работает на теме и выскал. Не все захотят оставить это себе тут, правильно? Ссылку исходящую. Ну, то есть, себе бы я делал сайт, я бы тоже тут никаких ссылок бы не хотел видеть. Поэтому, либо прячем, либо дальше в настройках посмотрим, возможно, где-то в другом месте это можно отключить. Ну, в любом случае, уже то, что прячем здесь хорошо. Местами можно просто вот так вот, видите, перетаскивать блоки выше-ниже. То есть, например, сейчас текст, а, но мы текст изображения мы не увидим, потому что мы не вывели это здесь. Социальные кнопки вообще тоже можно спрятать отсюда глазиком. вот видите, их нету. И выравнивание через CSS. Например, блок копирайтов два варианта. Слева, справа. Но он у нас слева находится, например, AlliganWrite, то есть, выровнять по правой стороне. Но она у нас выравнивается как-то вот так. Оставляю по умолчанию. Здесь настройки подвала, в принципе, вот мы их прошли. Дальше уже идет достаточно интересный момент. Это конструктор главной страницы. Если мы сюда перейдем, здесь на самом деле много чего есть. И это самое вкусное, то, что есть, я считаю, в этой теме. Чтобы нам главную настроить, нам надо, по крайней мере, мне нужно подготовиться, потому что у меня главная, давайте с вами освежим память, главная страница, кликаю по логотипу, у меня ведет на последние записи. Если мы конструируем главную в виде лендинга, а чтобы нам посмотреть конструктор, нам нужно вот так вот страницу освободить. В моем случае я пока выйду с настроек темы, чтобы подготовиться. Я перейду сейчас в настройки самого настройки самого WordPress, перейду на чтение, и здесь у меня вот нужно сначала главную страницу. Но это не обязательно главная, это любая другая страница, но я буду посмотреть на главной. на главной странице я должен выбрать статическую страницу. Главная страница у меня там есть аж две главные, а страница записей надо вывести там блок или еще что-то. Я сделал главное, давайте я сохранюсь, обновлюсь. Если обновлюсь, у меня уже на главной странице здесь есть некая карусель, это на самом деле карусель блок, то есть это записи блога и надо разобраться с этим. Например, мы здесь это выводить не хотим, там хотим слайдер и еще блок о нас у нас идет. У нас на главной сразу выводится, как мы видим, слайдер записи блога и некий блок о нас. Заходя в конструктор главный шаблон первого экрана, вот здесь мы определяем, во-первых, если это реально мы хотим, чтобы здесь в виде слайда сменялись наши посты, то здесь вот есть варианты, переключая, например, вот на такой вариант, вообще скрыли посты, если вот этот заполнен синим цветом, если мы хотим оставить слайдер во всю ширину наших постов, оставляем так, есть варианты постов делать в разных колонках, обратите внимание, ниже то появляются, то исчезают дополнительные настройки, например, посты в таком виде, то есть это получается у нас карточка анонсов статей по клику, по изображению или по заголовку я смогу попасть внутрь полной статьи, также варианты баннера, показать точки переключения вот такая маленькая точечка, получается, что мы статьи прячем, а дальше магазин и потом проверим, сначала со статьями разберемся, я так понимаю, мы можем сюда вывести магазин, баннер, например, я хочу выводить статьи, проверим пока вот этот вариант, скорость смены слайдов ниже можно показать точки переключения снизу, показать стрелки переключения слайдов, при наведении вижу стрелочки, отключить затемнение на слайдах, прозрачность затемнения и фон, фон блока, у нас сзади такой некий блок, видите, можно за ним закрасить, на этом уровне давайте пока оставим, вот здесь мы читаем, что нам по идее нужно пройти настройки первого экрана, возможно нам здесь нужно управлять вот автор все показывается в статье, например, скрываем, смотрите, сейчас спрячется автор, то есть вы можете сортировать и решать, что мы выводим к анонсам записи, ниже тоже спрятать публикацию, обновление и так далее, менять местами категория, заголовок, мета или прятать их по глазику, выбрать конкретный товар, выбрать из какой категории рубрики товары у вас будут показаны и количество и на всю ширину, если я включаю, то получается вот такой прям реальный слайдер, который занимает, прилипает к верхушке меню и по бокам отступы исчезают. Можно сделать на всю высоту, тогда он будет такой здоровый, но здесь надо учесть тот момент, что изображение для записи, первое изображение должно быть большого размера, то есть это если мы выводим записи слайдом, хотим вывести, то настройки у нас здесь располагаются, здесь также еще есть текст перед первым экраном, например, я пишу привет и перед слайдом появляется текст, можно добавить туда еще медиа, дальше, где выравнивать там по центру контент надо слайдом, скажем, вот он, видите, привет по центру, стили, фон блока, можем попробовать задать фоновое изображение для компьютера, вот видите, как заливается блоком, и внизу тоже, если изображение, то надо загружать изображение каждому устройству, тут все показано какие размеры и решать, как это изображение для разных устройств заполняться, растягиваться будет, просто надо поиграться вот этими моментами, там ковр, контейнер и так далее, или выключить блок, тогда этот блок у нас будет прятаться, следующее, например, вот этот блок у нас как редактируется или вообще отключается, потому что следом под слайдом мы подразумеваем что-то другое, но хотим вывести здесь, ниже на самом деле здесь все расписано, мы ищем блок, раздел блоков расскажите о себе, и вот он блок о нас, он так и называется, мы проваливаемся внутрь, что здесь примечательно, что здесь многие моменты сопровождаются видите миниатюрой, как это должно выглядеть, кликнув по ней, мы можем видеть на планшете, на мобилке, на компьютере очень удобно сделано и можем просто выключить блок, тогда этот контент здесь не выводится и решать, что будет выводиться ниже, скажем так. Если этот блок мы оставляем, то редактируется он ниже, текст у нас, вот он, заголовок, меняется, заголовку можно придать аж тег от 1 до 6 или оставить диф, и соответственно вот этот текст вы просто меняете здесь на свой. Дальше тут ниже опция ссылка на кнопку, можно сделать текст на кнопке, посмотрим, вот выводится кнопка уже в дизайн нашего сайта, изображение, вот это изображение естественно меняете на свое, позиция и другие настройки. Я не хочу этот блок здесь вообще выводить, мы посмотрим что-нибудь поинтересней, отключим его здесь и давайте на фронтальную часть сайта перейдем, как было, обновим страницу и вот у нас слайдер на всю ширину и все, больше ничего здесь нет. Получается, чтобы увидеть чистый холст и возможно решить, что будет первым после шапки, мы можем просто выбрать пустую область, кликнуть сюда, тогда мы увидим некий текст, который нам говорится, что в виде только администратор, то есть пока мы авторизованы, мы тоже это видим, но любой другой человек, зашедший на сайт, он увидит эту пустую область желтого цвета, точнее она у нас меняется, видите, анимирована, этого текста он не увидит. И вот он, пустой холст, где мы можем конструировать, например, мы вот так оставляем, например, блок преимущества, ну просто, чтобы просто был опыт, как пользоваться, вот мы сделали пустой холст главной страницы, здесь смотрим пример, как выглядит, это вот такие блоки с иконкой, заголовком и текстом, перечисление моментов, мы его включаем, этот блок, то есть по аналогии все другие блоки, здесь конструктор главный, они так работают, чтобы мы здесь что-то увидели, заголовок над всеми блоками, например, можно добавить, можно не добавлять, описание, сейчас страница у меня обновляется, ниже я нахожу добавить, появляются новые настройки, картинку 50 на 50, вот появляется, видите, первый блок, я для примера загружу свое изображение, оно само сейчас у меня уменьшится, текст к этому делу подписать тут, вот, добавил текст, ссылку, если нужно, я повешу заглушку, это мы настроили один блок, и при наведении, видите, уж сразу где-то такой приятный эффект, сворачиваете, добавляем еще один блок, изображение, выберу изображение, то есть по аналогии, вот видите, он сразу появляется здесь, вот я для наглядности, видите, добавил три блока, все адаптивно, под планшет, мобилку, видите, все перестраивается, то есть здесь уже все продумано, например, здесь выше заголовок, не хотите выводить, вот этот заголовок, все, без заголовка, обновить, смотрим здесь на главной, на фронтальной части сайта, вот эти блоки, давайте я, для чистоты эксперимента, чтобы вы понимали, как страница на самом деле выглядит всем пользователям, нету сверху текста, сразу под шапкой, вот идут наши блоки, все красивенько смотрится, чтобы вы понимали, что вы все отсюда можете убрать, и любой контент из конструктора, темы выскал, да, вы можете вставлять различные симпатичные элементы, в любой момент этот блок можем скрыть, он как бы не удалится, но будет скрыт, вот, я его сейчас скрыл, ну пускай он будет, нажму назад, посмотрим еще другие варианты, получается, смотрите, выше блок, блок магазина, если мы включаем блок, код перед блоком, здесь, если нужно вставить какой-то код, рекламный код, там, AdSense и так далее, ниже я выбрал, смотрите, можно выбрать категории, то есть, во-первых, ссылку, любую ссылку, контент будет выводиться, которую вы выберите, я выбрал магазин, вот у меня три категории, Sony, Nikon, Fujifilm выводится, я могу выбрать, например, товарами, чтобы это выводилось, и это будет карусель товаров, именно на главный, вот так вот это выглядит, она через какое-то время, анимационно будет прокручиваться, то есть, на главных, например, хотим так, и вы можете решить, там, показать наличие товаров, то есть, чтобы они были в наличии, показать рейтинг товаров, да, из каких категорий выводить, сейчас у меня Sony, Nikon, только Canon, я вижу, выводится, из определенных категорий, то есть, это мы делаем карусель товаров, именно для главной страницы, как конструктор, что выводить, ну, и другие, другие параметры, здесь целая куча, вот настроек, можно поиграться, посмотреть, вот видите, анимационно, сейчас у нас пролетело, причем можно свернуть блок, и добавить еще, например, в каком-то другом виде, чтобы выводился другой контент, не обязательно товары, здесь видите, у меня корзина, тут страница блога, все что угодно может появиться, можно сделать, вот так вот с фронта это выглядит, очень симпатично, то есть, уже начинаем с вами конструировать главную страницу, естественно, отсюда, я могу пройти в карточку интересующего меня товара, также, чтобы лучше понимать, смотрите, мы переходим в шаблон первого экрана, вот здесь мы с вами были, внизу, вы можете вверх, в слайд, выставить, прямо написано баннер, и должны появиться настройки для баннера, при смене шаблона, нам говорится, нам нужно перейти настройки, сейчас перейдем, на примере магазина, и баннер 50 на 50, это вот все размер просто колонок, но еще есть отдельное разграничение, как баннер, и магазин, например, товара, еще хочу вводить, как слайдер, ниже опции, понятно, там показывает стрелки, скорость и так далее, смотрите, далее, можем прям сохраниться, назад, и нам нужно перейти в настройки, вот сюда, во-первых, включение колонки, это включение H1, вот видите, колонка 1, колонка 2, колонка 3, здесь можно разделить слайд на колонки, если у нас меню, категория вот так вот, и я выбрал товары, еще можно выбрать, включить блок, и тоже кастом, произвольные, или товары, видите, как, вот здесь вот слайд такой, здесь они вот так вот перелистываются, и здесь тонко можно настроить, из какой категории сюда выводить товары, я, например, хочу вывести, спрятать все колонки, и если я прячу колонку, у меня появляется пункт на всю ширину, вот, слайдер, именно товаров уже отсюда купить, также, из каких категорий сюда, в этот слайд выводить товары, решаем, кастом, это произвольный, смотрите, слайд, можно добавить, изображение, файл, мп4, автовоспроизведение, зацикленность, ссылка на YouTube, и много чего еще, таких слайдов сколько угодно, я хочу выводить здесь товары, пускай выводится изо всех категорий, какие у меня есть, количество товаров, или выберите отдельный товар, купить, текст на кнопке слайда, видите, купить, можно купить или перейти, цвет, заголовком цвет текста, то есть, вот так вот тонко, я настроил уже, сайт бар, слайдер, точнее, на главный, именно слайдера, получается, прямо товаров, по заголовку, я могу провалиться, в соответствующий товар, все, как обычно, то есть, и внизу у нас слайдер, таких вот товаров, и вот такие у нас элементы, уже идут, и на планшете, у нас, в принципе, все должно быть красиво, адаптивно, смотрим здесь, здесь, конечно, на мобилке, если такие слайды, может быть, здесь стрелки, стоит отключить, вот у этого слайда, здесь стрелки, они почему-то выносятся ниже, так здесь устроено, поэтому, наверное, лучше надо будет скрывать стрелки, так, я зайду в настройки первого экрана, показывать стрелки переключения, но было бы хорошо, чтобы можно было стрелки прятать, вот спрятался от верхнего слайда, но спрятались, они тогда, получается, везде, да, стрелок нет, в общем, здесь немножко стрелки мне не нравятся, но опять же, у меня слайд под слайдом, поэтому здесь такое место большое, под стрелки, а так, по идее, можно, в принципе, от стрелок отказаться, у нас автоматически здесь слайд идет, блок магазина, показывать кнопки стрелки, а, смотрите-ка, на мобильных, можно прятать здесь, это очень хорошо, я увидел, что на мобильных можно прятать, давайте посмотрим, вот, в принципе, кстати, здесь есть эти опции, вот, нету на мобилке, на планшете есть, пускай будет, да, вот эти стрелки, вот у этого слайда, прячется, видите, галочкой, это очень хорошо, я думал, этой опции здесь нет, вот, я думаю, у вас, в принципе, приходит понимание, как работать с конструктором, и просто ниже, да, мы можем также строить блоки, блок постов, смотрите, выбираем, где отображается, фон блока, добавить, находим рубрики, находим рубрики, у меня только одна рубрика, и в этой рубрике у меня находятся товары, уже выводится, у меня это под вот этими постами товаров, вот, выводится уже информация из блога, заголовок я хочу здесь задать, пишу, новое в блоге, вот текст, где выводится у меня, здесь код HTML, тоже рекламу можно вставить, очень удобно сделано, смотрите, конкретно на главной странице, у меня задано, видите, я сейчас прокручу, такая полоса, это на самом деле место под сайт бар, здесь просто нет виджетов, если это нужно, кстати, он даже фиксируется при прокрутке здесь, если здесь виджет выводится, конечно, просто надо добавить, будет виджета, а если мы на главной хотим эту область просто занять, вот так вот анонсами статей, я иду в настройки главной страницы, то есть страницы WordPress, захожу в настройки главной, нахожу индивидуальные настройки, вот здесь вот, у вас будет вот так, скорее всего, нажимаете, зажать будет, значит, вот эта вот плитка с сайт баром, синим показано, что слева, можно выбрать справа, и другие настройки, или выбрать вот этот вот квадрат, обновить страницу, это только для главной страницы, другие страницы, естественно, индивидуально можно оставить с сайт баром, обновляю главную, смотрите, выравнивается контент, у меня новое в блоге, то есть уже вот так вот красивенько, слайдер, у меня карусель, скажем так, товаров, ниже тоже карусель товаров, дальше карусель, по идее, статей, и некие вот такие информационные блоки, то есть уже вот так вот вырисовывается у нас конструктор, страницы, дальше настройку сортировки можно сделать, сколько, а, ну у нас есть вариант 3,2, пускай будет 3, вид карточки, смотрите, можно сделать, у нас плитка вертикальная, горизонтальная, горизонтальные 2, то есть разные вариации, просто поиграться надо, и посмотреть, как это будет лучше выглядеть, давайте посмотрим горизонтальный, вот так вот это может выводиться, вертикальная, посмотрим, то есть вот так вот, я ставлю плитка, дальше птичками, отображение информации в карточке, именно в самой, снимаем, то что не хотим показывать, да, и смотрите, это мы настроили, по сути, если я сверну блок, добавить блок, рядом, ниже, можно вывести, такой же блок, но с другим отображением, и с другой категорией товаров, что выводить, то есть вот так вот гибко, это можно настроить, смотрим планшет, смотрим телефон, там все нормально, кстати, сортировка блоков общих, на всей главной странице, в самом низу, сортировка блоков, блок магазина, давайте проверим, имеется ввиду, что слайдер всегда наверху, это не про него, вот я скрыл блок, то что мы вывели магазин, и получается блок с постами, можно просто мышкой, вот так перетянуть выше, и на сайте, на фронтальной части, видите, у меня новое в блоге стало выше, эти блоки стали ниже, то есть сортировка здесь есть, хотя здесь этого не видно, в режиме редактирования, и тут вон сколько блоков, какие все есть, и из этого конструктора, все можно менять местами, на главной, если сайт бар тоже выводим, ниже самая последняя опция, у нас выбрана без сайт бара, слева, справа, если на главной сопровождении сайт бара, то выставляем, и соответственно в сайт бар нужно будет виджеты, добавить, чтобы в этой колонке у вас был контент тоже, теперь давайте поговорим, про создание контента в конструкторе, немножко отличающегося от того, что мы вот сейчас настроили с вами, возьмем к примеру блок видео, если я сюда нажимаю, у нас есть два предупреждения, во-первых, мы включаем этот блок, секция видео успешно добавлена, чтобы появился список видео, для прикрепления на главной странице, необходимо сначала добавить их в админ панели, давайте я здесь сохранюсь, кликаю на ссылку раздел видео, в новой вкладке, смотрите, у нас открывается, вот такая вот вкладка видео, то есть у нас здесь появляется новая вкладка, добавить видео, можно добавить категорию сначала, если будет много видео файлов, давайте пока просто добавим видео, скорее всего, я полагаю, что видео можно брать со сторонних сервисов, например, YouTube, иду в YouTube, беру ссылку, копирую на свой ролик, заголовок, например, первое видео, внизу, смотрите, ссылка на YouTube, проставляю ссылку, можно добавить описание, скрыть заголовок страницы можно, длительность указать, текст и так далее, давайте я на этом уровне просто добавлю одно видео, посмотрим пока без этих всех текстов, как это будет выглядеть, и надо добавить, наверное, еще несколько, чтобы был какой-то визуальный эффект, то есть вот если я перейду все видео, вот одно видео добавил, вроде как, и добавляем по аналогии еще парочку, давайте все же зайдем категории, и хотя бы одну категорию я добавлю, чтобы эти видео были назначены, опять все видео, и назначим категории, итак, здесь категории назначают для этого видео, и для всех остальных тоже назначаем, возвращаемся в настройки, то, что здесь нам сказали сделать, мы выполнили, давайте эту страницу я обновлю, и у нас выводится достаточно симпатично, прямо как будто плейлист YouTube, но пока не задано с вами картинок, превьюшек, вот три видео, смотрите, переключается по миниатюркам, видео сразу запускается с YouTube, вот у меня три одинаковых видео, и сразу мне интересно, да, перестройка идет у нас для планшета, и для мобилки, и здесь у нас ниже, смотрите, заголовок над всем этим делом, как-то блоки это надо разграничивать, я пишу заголовок, то есть принцип, по сути, конструктора страниц, вот у нас один, значит, видео, вот текст появляется, видите, даже есть кастомный плей, это очень круто, вот он видео, какой-то текст, можно здесь добавить, превью, давайте посмотрим, у меня есть такое подозрение, что это будет единое превью для всех, видео, вот у меня есть некая картинка, давайте посмотрим, где она будет располагаться, вот она здесь у нас располагается, причем превью можно залить было здесь, каждому видео, вроде как по плейу все сбрасывается, то есть свой значок можно назначить прямо здесь, это удивительно, надпись на кнопке, давайте посмотрим, что за кнопка, потом, если кнопку вешаем, ссылка, это внутренняя какая-то страница, можно назначить, или туда свою, может быть, внешнюю ссылку прикрутить, только я не вижу эту ссылку, кнопку, выбрать, ссылка, вот у нас появляется здесь кнопкой, вот здесь просто у меня не была выбрана, любая ссылка, либо произвольная, вот кнопка над плейлистом, если надо добавить, можно добавить, текст на кнопке, дополнительная, да, вот что получилось, кнопочка, видео с миниатюрой, для каждого видео, свою миниатюру, загружаете вы на этой странице, для каждого, свой значок, то есть как и в принципе в WordPress, как создаете статью, так же и здесь, нужно немножко подождать, подгружается статья, вот здесь должно быть подгружено, вот изображение записи, просто с медиа менеджера, любую фото загружаете, для этого видео, и потом у вас уже здесь с миниатюрами будет выводиться, и даже на этом уровне, я вот обновляюсь, чисто на глаз, уже нагружается страница элементами, и видео тут пошли, то есть сторонний плеер подтягивается, YouTube, это все сторонний у нас нагружает, и прям шустренько так открывается страница, прям удивительно, короче, очень шустрая тема, я видел конструкторы главных, но таких больших конструкторов я не видел еще, и так много здесь всего, и она такая быстрая и шустрая, не знаю, как разработчикам удалось это сделать, в общем, это очень крутая штука, постарайтесь сделать себе страницу, без помощи Elementor, DV и других конструкторов, вот чисто на конструкторе, который у вас встроенный, создайте, тут все красивенько, все здесь есть, и гарантированно ваш сайт будет очень-очень шустрый, приятный, давайте еще для закрепления информации, для того, чтобы вы хорошо владели конструктором, попробуем, ну я просто беру на усмотрение, то, что мне нравится, я не буду показывать каждый элемент, вы сами понимаете, для вас даже это будет просто трата времени, потому что принцип здесь один, и давайте еще в конструкторе сделаем блок инструкции базы знаний, включаем блок, на картинке, то есть это такой некий аккордеон, по клику раскрывается, например, вопрос, а раскрывается ответ на него, и нам говорится, что секция инструкция, база знаний успешно добавлены, чтобы появился список инструкций, необходимо сначала добавить их в админ панели, то есть очень похоже, как мы с вами делали только что видео, нажимаем на ссылку, в новой вкладке браузер, у нас открывается как раз таки, это инструкция, нажимаем добавить, пишем, я пишу просто вопрос один, пишем текст, ответа на вопрос, например, или расшифровка, категории, отсюда можем добавить, если много будет у вас категорий, под разные вопросы, отсюда прям добавляю, видите, галочка помечается, опубликовать, нажимаем добавить инструкцию, давайте, чтобы для наглядности, добавим несколько вариантов, вопрос 2, текст, та же категория, добавить, добавить еще одну, и добавляем третью, уже сейчас, после обновления страницы, вот категория, здесь может быть разных, несколько категорий, вот они, три вопроса, по клику раскрывается, предыдущие сворачиваются, ответы, давайте посмотрим, здесь, мобильность, этого элемента, ну, конечно, здесь все хорошо, так, здесь на этом блоке, ну, другие настройки, там, покрасить сзади фон этого блока, все это можно сделать, здесь еще есть дополнительная опция, смотрите, вы можете вывести общую страницу, инструкции, для этого создайте здесь новую страницу, и в атрибутах выберите вот этот вот вариант, вы должны знать, как это делается, я нажимаю в новой вкладке браузера, открывается страница, то есть, если мы хотим не на главный, а дополнительную страницу вывести, вот с этим вот вопрос-ответ, ответ или инструкция, здесь раскрываем шаблон, и вот они все виды шаблоны, которые заточены под этот, под карточку, для всех вот этих моментов, нам говорят, и не под карточку, а конструктор главный, и это вообще для страниц, да, мы назначаем специальный стиль, вот он, нам говорят назначить его, выбираем его здесь, заголовок данной страницы, пускай у меня будет фак, ну или вопрос-ответ по-другому, и надо добавить теперь эту страницу просто на сайт, в меню, страницу я сохранил, внешний вид меню, у меня автоматически страницы не добавляются, поэтому мне придется вручную ее добавить, перехожу в меню, вот страница фак, добавляю ее в меню, в самом низу будет, сохранить, перехожу на фронтальную часть сайта, вот это меню, нажимаю на него, и вот у нас выводится, как и сказано было, на отдельную страницу, и я уверен, что другой контент похожего плана, который подразумевает, что его можно вывести на других страницах, судя по тому, что мы с вами его видели в настройках страницы, вы можете очень-очень серьезно так оформить весь свой сайт, давайте с вами еще добавим классный такой вариант, тарифные планы, прайсы по-другому, включаем блок, здесь нам не говорится, что надо куда-то идти, что-то создавать, все создается здесь, заголовок, напишу тарифы, у нас ничего с вами не появится, пока что мы внизу не добавим, первый прайс, можно назначить рекомендуемый, то есть как-то выделить его, иконка, или картинка для тарифного плана, я возьму свой логотип, отображать иконку по центру, у меня вот уже выводится тарифный план, заголовок, я напишу демо, это будет заголовок тарифного плана, скорее всего, вот ниже под картинкой, что входит, я просто напишу пример 1, и заполняем, видите, столбиком я пишу, что входит, это будет помечаться вот тут текстом и галочкой, то, что не входит, будет помечаться крестиком, посмотрим, вот один тарифный план я вывел, картинка, название, вот 3 входит, 3 не входит, цена и перечеркнутая цена, старая цена, давайте попробуем R поставить, ну типа рублей, ну вообще лучше символа рубли поставить, а не просто R, надпись на кнопке выбрать, ссылка, мы кнопку не видим, пока нет ссылки, ссылка это внутренняя какая-то страница, уже на страницу покупки или еще куда-то, я поставлю заглушку вместо ссылки, чтобы увидеть кнопку, вот она выбрать, пока у нас тарифный план 1, он вот так, конечно, вытягивается, выбрать, вот здесь можно поменять, купить, например, можно даже поставить цена действует, дата окончания, скажем, сейчас реальное время у меня 22 год, январь, 27 число, до 6, например, февраля, будет действовать, и внизу появляется еще и таймер, тикают секунды, или через сколько часов окончания акции можно поставить, также с изображением ниже, вот здесь можно поиграться, и, по идее, мы с вами один вариант настроили, знаете, что реально тут не хватает, кнопку дублировать, чтобы я мог сдублировать вот этот вариант, и быстренько редактировать его под второй, здесь придется каждый раз вот создавать новый, я создам сейчас еще два, чтобы была наглядная картинка, итак, вот я вывел, тоже при наведении, симпатичный эффект анимации, значит, как выглядит полная настройка, да, с перечеркнутой ценой, с таймером, естественно, вот эти все серые цвета, это из глобальных, у нас цвета настраиваются, выбрать, вот тариф 2, тариф 3, здесь тоже, на мобилке смотрим, чтобы все смотрелось хорошо, таким образом, я думаю, у вас есть уже план в голове, как построить главную страницу, и не только вот этим конструктором, вот здесь, я думаю, мы движемся дальше, нет, наверное, смысла объяснять все остальные моменты, потому что я пробежался по многим, и все они практически делаются по аналогии, то, что вы уже знаете, как это делать, просто выбирайте тот или иной блок, который вас интересует, и размещаете его на главный, и если есть возможность на других страницах его добавить, то добавляете и на других страницах, я нажимаю на стрелку назад, сложный раздел, конструктор главный, но мы с вами справились, настройка внутренних страниц, следующий у нас раздел, первая настройка записи, более детально настроить запись, для этого нам нужно перейти на страницу записи, чтобы мы могли сразу наглядно смотреть, что там меняется, и эти настройки, это именно не анонсов страницы блога, а внутренний, каждой полной статьи, вот статья, там где есть формочка комментариев, где полный текст статьи, и вся информация, изначально выбрано, видите, заголовок, автор, на чтение сколько минут, просмотр, значок, просто переключаете, и по иконке можно видеть, что это картинка вверху, и вся эта информация под картинкой, либо кликаем в значок, прямо на картинке, будет именно заголовок, но автор, время на чтение, просмотр под ней, и есть еще вот такой вариант, четвертый, когда картинка у нас занимает всю область, и вот так это делится, вот эта область у нас задана под сайдбар, не забываем, здесь просто виджеты не назначены, здесь вы выбираете все так, как вам больше нравится, я наверное оставлю первый вариант, и смотрите, от выбора зависит, ниже опции, показать миниатюру в начале поста, например, можно эту миниатюру вообще скрыть, гибкая высота главного фото, это не для одной статьи, это для всех статей вашего сайта, настраивается, также можно выбрать без сайдбара, если вы не будете использовать, тогда, конечно, по ширине вашего контейнера все будет, ширина сайдбара, если используем, за ползунок можно потянуть, больше-меньше сделать, выберите элементы, которые нужно спрятать, давайте попробуем, блок автор ниже, вот просто для теста, видите, блок автора прячется, если блок выводить не нужно, количество похожих записей, ниже, сколько штук выводить, решайте тоже, плюс-минус, заголовок для блога, похожие записи, там читать еще, или еще что-то можно написать, если я пройду на реальную статью, вот они, похожие записи, и вот они отображаются, три штуки, здесь настройки понятны, следующие настройки, страницы, это настройка для всех страниц, не для блога, смотрите, вот у нас есть просто блок, где анонсы, это не здесь, любая другая страница, например, политика конфиденциальности, страница WordPress, я имею в виду, вот у меня сайтбар пустой, без сайтбара, и причем это будет для всех страниц, поэтому смотрите, вы должны понимать, что вы можете пройти в каждую страницу, для каждой страницы решить, будет сайтбар слева, справа, или не будет его, или глобально здесь для всех страниц отключаете, ширина сайтбара и тоже, что скрываем, на всех страницах, например, автора, не надо мне показывать, и опять же, вот это все глобально сейчас настраиваю, или для каждой страницы в отдельности, можно настроить, для страниц, например, это же не блог, ни время чтения мне не надо, ни просмотра мне показывать не надо, вот все прячется, и социальные кнопки на ваше усмотрение, оставлять или нет внизу, это получается кнопки поделиться данной статьей в соцсетях, дальше с вами движемся, настройка услуги, смотрите дальше, настройки услуги, настройки портфолио, это все то, что мы можем вывести, типом страницы, и для них идентичны, все настройки, то, что прячем, где сайтбар, или без сайтбара, текст выше, ниже картинки, не буду здесь подробно останавливаться, вот эти все моменты, до баннеров, это все можно вывести, просто у меня это не выведено, все вот эти страницы, портфолио, если вы выводили, за счет конструктора, а точнее за счет страницы, давайте я вам покажу, перейду в страницы, например, создается здесь, создаются все эти страницы, там портфолио и так далее, и назначается специальный стиль, который вы уже видели, на примере фак, вот здесь вот шаблоны, вот, например, есть портфолио, и другие страницы, вот если вы создавали аналогичные страницы, для этих страниц, вы можете решать сайт бар, где отображать, не отображать, скрывать какие-то элементы, и так далее, я здесь подробно останавливаться уже не буду, я думаю, здесь и так понятно, у нас здесь остается внизу, только вот некие баннеры, я добавил слайд, здесь добавляете картинку, все как обычно, заголовок, текст, ссылка, текст на ссылке, цена, там, цвет, и на каких страницах, то есть на главной, например, у нас есть уже, любую другую страницу выбирайте, я выбрал политика возврата, для примера, у меня вот здесь вот, ну у меня одна картинка, вот так вот он выскочил, на этой странице, так, я его использовать не буду, удалим отсюда, так, здесь мы с вами прошлись, дальше настройка категорий, настройка ВП категорий, у меня на сайте не выведено, но здесь можно для ВП категорий тоже определить сайт бар, ширину сайт бара, вид карточки выбрать, и что скрывать, настройки видео категорий, но это тоже надо выводить, там у нас есть и карусели, и блоки, и смотреть, как это будет выглядеть, и настройка в WooCommerce категорий, а вот здесь вот я смогу показать, это наша главная страница магазин, основная в WooCommerce, вот мы выводили с вами, можно справа сайт бар, с категориями, вообще сайт бар вывести, или если в магазине сайт бар не нужно, для этой страницы вот скрыл я, но естественно тут сайт бар нам будет нужен, ширина сайт бар, показывать карусель с метками, показывать категории товаров, вот я метки вывел, у нас вот здесь вот метки выводятся, если это нужно, вот я скрыл категории под товарами, но категории конечно лучше показывать, убирать ограничения, названия товаров в категории, показывать цену перед заголовком, вот цена выше у меня стала, то есть как вам больше нравится, показывать наличие товара, где отображать перед заголовком после, то есть если в наличии, показывать рейтинг товаров, стояло выключено по умолчанию, это когда отзывы оставляют, и звездочки будут показываться, и где отображать перед заголовком после заголовка, ну перед заголовком у меня отзывов тут нет, поэтому я не вижу, вот так это настраивается, это было настройки категорий, настройки категории мы с вами закончили, теперь все же хочется подчеркнуть, чтобы у вас было полное понимание, как на других страницах, на любых других страницах WordPress, организовать разного рода контент, за счет только одной темы выскал, то есть смотрите, вот я сделал галерея, внутренняя страница, и это выглядит как галерейка, то есть не прибегая к конструктору главный, не используя это на главный, как вообще это сделать на любой другой странице свой отдельный контент, и не прибегая никаким VP-бейкере и Elementor и подобным конструкторам, потому что здесь это все можно сделать, это просто небольшой пример, здесь может быть несколько кнопок галерей, как разбито по категориям, я вывел всего лишь одну категорию, поэтому видим одну кнопку, и всего 4 фотографии, но это симпатичная со стрелками, вот такая перелистывающая галерейка, как пример, поняв, как это делается, другого рода контент, из возможностей выскал, а их там большое количество, этих возможностей, можно организовать разные страницы, за счет только одной темы, то есть это до сих пор меня поражает, и как я это сделал, вы просто идете в страницы, создаете страницу, заготавливаете ее, я сделал галерею, для примера, вот эта галерейка, я могу ее выделить, у вас, естественно, здесь будет пустая страница, у вас будет такой плюс, Гутенберговский, показать все, вы должны понимать, что тема выскал плотно работает с Гутенбергом, и здесь есть целый ряд своих плиток, вот, они даже имеют логотип выскал, и заголовок выскал, все, что под этим заголовком, вы только обратите внимание, большой выбор, при наведении можем на некоторых видеть отчетливое демо, по-русски все подписаны, все то, что мы с вами делали, конструктор на главный, вы можете делать на любой из страниц, неограниченно, посмотрите, как много всего, просто перетаскивайте, кликайте по нужному виджету, я нашел галерею, здесь ее выбрал, здесь справа у вас будут все необходимые ссылки, вам нужно будет перейти, создать галерею сначала, на дополнительной странице, создается все просто, когда вы видео создавали, тут все по аналогии, я создал 4 видео, назвал их просто 1, 2, 3, 4, это все как вот запись создается, здесь все похоже, вот с галереей, смотрите, просто задал заголовок, здесь ничего не добавлял, изображение для, по сути, галереи задал, и создал здесь категорию, соответственно, категории может быть много, чтобы вот здесь вот они были, как кнопки, и далее ниже просто настройки, смотрите, все по-русски, там цвет поменять, видите, все знакомо, залить задний фон картинкой, для разных устройств, и выбираете потом шаблон, то есть вот здесь вот я выбрал шаблон галереи, при шаблоне галереи, у меня выводится вот просто чистая страница, не обязательно, чтобы это была галереи, у вас может быть просто шаблон по умолчанию, смотрите, что получится, мы с вами получаем простую страницу, с информацией, кто автор, время на чтение, конечно, вот это, все можно отключить, это если нужна возможность, иметь галерейку, ту же самую, только еще сбоку сайдбар, и возможность внизу под ней, чтобы люди оставляли комментарии, просто обычная страница, то есть даже так это можно вывести, естественно, если мы так оставляем, не забывайте, что вот здесь вот, вы можете управлять сайдбаром, отключить его, или вы можете здесь выбрать такое, лендинг вы искал, чтобы оформить страницу наподобие лендинга, любую вашу страницу, информационную, красивую, вот такими готовыми блоками из Гутенберг вы искал, то есть такой тип страницы, что-то будет похожее, по крайней мере, из галереи, как просто тип галереи, то есть тип шаблона вот этого, теперь вы понимаете, что вы можете любую страницу оформить со всеми вот этими плюшками, которые предлагает тема вы искал, сейчас мы с вами продолжим настройки, изучать темы вы искал, следующие, которые мы не смотрели, но давайте еще вернемся к подвалу, мы как бы вывели вроде блок, а вот тут пустоты, и как сюда-то контент добавить еще, сейчас хочу это показать, чтобы потом об этом не забыть, вы перейдете внешний вид виджеты, у вас есть виджет в подвале, и мы с вами разместили только один виджет, любой виджет или виджет вы искал, вы просто добавляете вот в эту область виджет в подвале, я для примера закину еще два, популярные записи и категории товаров, изображение уберу, после этого автоматически у нас здесь будут размещаться любые виджеты, плохой пример вот этого виджета, тут что-то непонятное, в общем вот видите категории товаров мои вылезли, вот они просто здесь размещаются, вы подвал легко заполняете, просто в ту же колонку размещаете виджеты, все, подвал здесь будет заполнен, давайте вот эту популярную записи я отсюда удалю, и теперь продолжаем с вами настройки Wiscoe. Итак, настройки мы вот эти с вами смотрели, следующая у нас на очереди вкладка с настройками, дополнительные настройки, достаточно интересная вкладка, здесь все остальное, интересное то, что мы еще не смотрели. плавающая кнопка, первая заходим, вот сбоку наш телефон, email, залипающая вот эта позиция, мы решаем показать ли вообще ее, вот мы сейчас ее с вами скрыли, осталось только телефон, показывать кнопку email, точнее осталось только email, тоже можем скрыть, то есть либо что-то одно оставить, либо все скрыть, у себя бы я такое скрыл, потому что внизу у меня будет виджет связи, если мы оставляем, то телефон можно прописать, email, позиция блока с кнопками, давайте я оставлю телефон, чтобы мы позиции еще протестировали, у нас выбрана точка, смотрите по центру, можно выбрать внизу, давайте посмотрим, то есть вот внизу прямо в правом углу, стрелка у нас такая есть наверх прокрутить, и на ПК, например, мы еще можем двигать, указав точную позицию, чтобы указать точную позицию, ставим точку по центру обратно, и тогда вот этот ползунок будет работать, то есть она минус 30 не на самом верху, но выше, соответственно вот это будет в самый низ, перемещение этих плавающих кнопок, вот вы это видите, и также настроить положение этой кнопки, или кнопок на планшете на телефоне, я такое, конечно, отключаю, причем отключив кнопки, двигая этим ползунком, мы влияем вот на эту стрелку наверх, которая прокручивает, видите, если здесь я не вижу, чтобы мы могли вообще ее отключать, по крайней мере в этих опциях, поэтому я вот здесь бы выставил вот так, либо сделал просто внизу, для этой кнопки прокрутки наверх, теперь она появляется вот в самом низу, дальше с вами идем, классический редактор, это для тех, кто использует классический редактор, как я это понимаю, потому что у нас редактор один, отключаем редактор Гутенберг, плагином Classic Editor, например, и скорее всего вот эти стили добавляются к классическому редактору, так я это использовать не буду, дальше, модуль хлебные крошки, полезная вещь для SEO, несмотря какой у вас сайт, я рекомендую использовать плагин UAS SEO, это внутренний плагин для удобства и для SEO-оптимизации, для улучшения индексирования вашего сайта, нам как раз тут говорится, если UAS используем и хлебные крошки включены, то хлебные крошки от темы лучше отключить, если, конечно, вы будете использовать, не хотите использовать вообще ничего стороннего, то хлебные крошки, видите, у нас внедрены уже в саму тему, вот, например, начало главное, в блок я зашел, обычно это наверху показывается, показывать последний элемент, давайте посмотрим, обновляю страницу, вот, я нахожусь здесь, и вот показаны эти хлебные крошки, от самой темы, на этом демо-сайте у меня UAS-то нет, да, название можно тоже здесь поменять, но давайте отключим, чтобы просто вам показать, что вот они скрылись, хлебные крошки, дальше, модуль счетчики просмотров, в отдельности отключить счетчики для всего сайта, для блога, для страниц, у нас с вами такой глазик выводился, с просмотрами, вот здесь вот, я отключил, видите, сейчас его нет, если такое выводить вам не нужно, то в отдельности, видите, есть опция, отключающая эти просмотры, модуль поделиться, также здесь, для всего сайта, есть поделиться в блоге, это социальное продвижение, это лучше оставлять, чтобы пользователи вашего сайта, могли в социальных сетях, делиться данной статьей, и здесь вы решаете, заголовок, расскажите друзьям, или еще что-то можно заменить, выберите соцсети, которые нужно спрятать, ну, самые такие, LinkedIn, Pinterest, какие-то нерусские, которыми мало кто будет пользоваться, вот оставил ВКонтакте, одноклассники, если для России сайт, Telegram, и WhatsApp, и даже шорткод, или классический код соцсетей, можно ниже разместить, я сделал выбор, давайте посмотрим, в одной из статей, что изменилось, вот, сократил количество кнопок, вы это видите, поделиться в соцсетях, дальше, модуль, содержание поста, если вы вставляете содержимое, например, где-то в статьях, это что-то такого вида, например, статья длинная, вот это вот и есть содержимое поста, оглавление, и якорные ссылки, то есть, главные, по сути, заголовки, самой статьи, чтобы пользователь, по клику, по заголовкам, прокручивал его вниз, до нужного блока статьи, вот это и есть блок, содержимое поста, и для него, есть свои настройки, в WISCAL, и шорткодом, можно внедрять, для ручного добавления содержимого, видите, использовать шорткод, где-то на сайте, и другие, вот, моменты, включаем, выключаем, заголовок, содержимое поста, высоту блока, это все можно здесь настроить, следующий модуль, Lightbox, использует Lightbox, для картинок в контенте, стоит включено, если внутри статьи, в контенте используем картинки, то, они должны по клику увеличиваться, полезная фича, я бы такое себе, конечно, оставил, чтобы можно было изображение разглядеть, так скажем, следующий модуль, схема Organization, это стандарт, семантической разметки данных, который помогает поисковикам лучше понимать данные, представленные на сайте, и здесь у нас есть настройки для нее, мы обязательно ее включаем, и здесь выставляем тип веб-сайта, организация или человек, ну, лучше у нас, конечно, мне кажется, карточка именно в сниппете, выдачей поисковиков, когда ваш сайт будет проиндексирован, лучше выставлять организация, но смотрите, если бы мы использовали UAS SEO, там есть настройка данной возможности, тогда мы это отключим, если вы подразумеваете, что вы будете использовать плагины UAS SEO, если все же используем здесь, и плагины SEO, любые другие, не обязательно UAS, любые плагины SEO, если на сайте вы не используете, тогда мы используем здесь, включаем, название, это главный тайтл вашей организации, пишем здесь, URL у меня уже здесь проставляется, моего сайта, у вас свой, логотип обязательно подгружаем, социальные сети, это все то, что вы здесь заполните, будет попадать в сниппет выдачи поисковиков, но по идее должен попадать, уже на усмотрение поисковиков, когда это произойдет, тоже неизвестно, все зависит от поисковиков, пишем просто ссылки на соцсети, добавить профиль еще одной соцсети, несколько можно добавить, тип контента, тоже выбирайте, из предложенных, если есть, здесь категория подходящая под вас, телефон, естественно, это обязательно телефон будет в сниппете, да, то есть в выдаче сразу, то есть не переходя на сайт, в поисковике увидит телефон тоже ваш, и URL, адрес страницы контактов, но я всегда на сайт использую на WordPress UAST, поэтому здесь я бы это отключил, и отдал бы это на рассмотрение плагина UAST, следующая обязательная полезная вещь, включаем текст куки, здесь размещаем текст, он стандартный, можете в интернете найти, и внизу появляется такая плашка, и с кнопкой закрыть, и действует куки время жизни в днях, через 30 дней тому же человеку покажется еще раз, то есть вот внизу это видно даже здесь, такое надо выводить, в рамках нашего законодательства, опять же текст куки может меняться, в зависимости от того, какие данные там вы собираете, магазин у вас, или просто лендинг, но вообще в принципе можно текст найти, готовый, как шаблон, текст куки, потому что если вы не знаете закона, не знаете, что туда разместить, то текст куки, можно найти как шаблон, и разместить здесь, и кнопка закрыт, текст на кнопке даже можно здесь поменять, у меня естественно просто информация о куке, это не то, что здесь должно быть, у меня демо сайт, я это здесь использовать не буду, мне нужно было вам лишь показать, что здесь это есть, следующая опция, и здесь нам описание предоставлено, если наблюдается проблема с загрузкой страницы, или при обновлении страницы F5, выдают белый экран, включите этот модуль, то есть включаем только если есть подобного рода проблемы, следующий важный, очень важный модуль, модуль настройки для PageSpeed, он даже тут назван так, здесь все опции направлены на производительность сайта, все по умолчанию переключатели, мы оставляем включены, можете почитать, но конечно для новичков много здесь будет непонятно, мы здесь лучше ничего не трогаем, оставляем все по дефолту, чтобы наш сайт быстро грузился, единственное, что можно чем поиграться, это вот например у нас по умолчанию, качество миниатюр сжимается до 80, если у вас изначально фотки, для картинок, для статей, для постов, для товаров, уже сильно ужаты, то еще и будет ужиматься здесь, и качество картины будет страдать, лучше загружать хорошего качества изображения, здесь у нас качество будет ужиматься, здесь в принципе, как я и сказал, мы все оставляем, каждую опцию, я не буду рассказывать, что она здесь значит, просто оставляем их включены, включенными, внизу опцию мы включаем, если мы использовали посты с iFrame, то есть вставляли код через iFrame, я так понимаю, потому что эти все iFrame, они нагружают сайт, и можно включить для них lazy load, учитывайте этот момент, у меня такого здесь нет, поэтому я здесь это не использую, дальше модуль SEO, выводить метатеги от темы, если используете SEO-плагин, отключите настройку, как я и говорил, любой SEO-плагин, если используете, не обязательно UAST, то здесь отключаем, модуль robots.txt, что такое robots.txt, это файл robots.txt, который должен находиться в корне сайта, и этот файл нужен для поисковиков только, в этот файл записываются правила для поисковиков различного рода, чтобы понимать эти правила, нужно как бы вникнуть в это, есть документация даже у самого Яндекса, где показываются различные правила для поисковиков, например, закрыть от индексации ту или иную страницу, или там много чего еще, если мы ставим плагин UAST SEO, то там robots у нас создается, и в него помещается уже нужная конструкция для гугла, ничего с ним делать не нужно, только если стоит специфическая задача работать с этим файлом, как я уже сказал, тонкая настройка, закрытие каких-то, возможно, определенных страниц или всего сайта от индексации, но у нас в WordPress есть по умолчанию опция закрыть весь сайт, попросить сайт не индексировать поисковиками, есть такая опция, а что если нам нужно закрыть только некоторые страницы или записи от индексации, тогда нужно работать с этим файлом, и это можно сделать просто отсюда, удобно, на самом деле это не обязательно было здесь делать, мы можем просто через хостинг открыть этот файл robots.txt, внести туда необходимые данные, но здесь это сделано для удобства, по умолчанию мы в этот файл ничего не вносим, то есть оставляем пустым, модуль WISCAL pop-up, включить модальные окна от темы, по умолчанию выключено, я это включу, дальше, модуль виджет связи, вот это то, казалось бы мелочь, ради чего я, может сказать, обожаю эту тему WISCAL, включаем, если появляется внизу, уже пульсирующая кнопка, пока что там ничего нет, это то, что я рекомендую вставить, и здесь вы реально указываете все мессенджеры, которые вы хотите, через которые вы хотите, чтобы с вами связывались, дальше, отступ виджета снизу, там у нас социальные кнопки, здесь, можно даже сделать отступ, давайте попробуем сделать 20, вот он, но это конечно высоко, давайте сделаем 10, у нас цвет тянется по умолчанию, видите оранжевый, давайте его как-то выделим, я сделаю, ну пускай будет красный, вот такой вот получает цвет, пульсация, видите там такая анимация, тоже красного цвета, все очень здорово, изображение на кнопке, можно даже загрузить свое изображение, но я даже ни разу еще сам не смотрел, прям поставлю свой логотип, посмотрим как вообще это будет смотреться, то есть логотип ставится внутри красного нашего вот этого круга, возможно сюда можно ставить там лицо свое, чтобы было видно, что тут как будто действительно ждет вас оператор, ладно я это уберу, там маленький текст есть такой, связаться, вот здесь тоже можно поменять его, иконка мессенджера, давайте я свою поставлю, то есть это, при клике, здесь же можно список различных вариантов для связи выбрать, вот сюда она помещается, зеленая точка, что типа я онлайн, все очень круто, имя мессенджера, на самом деле здесь надо не свою иконку, ватсап хотите разместить для связи, вешаете, загружаете иконку ватсап, пишем текст ватсап, текст дополнительный, давайте посмотрим, где он будет отображаться, вот видите, текст рядом здесь тоже будет отображаться, хотя я здесь немножко ошибся, на самом деле, здесь нужно как бы оператора наверное вешать, текст у вас есть вопрос, он вот здесь помечается, потому что соцсети для связи, вы ниже добавляете вот здесь, добавить соцсеть, первую, выбираете, если это просто телефон вам позвонить, то есть телефон, телефон есть обратный звонок, то есть такая трубочка, ну давайте сразу, видите, есть телеграм, вайбер, ватсап, скайп, витчат, имейл, фейсбук, мессенджер, чат и поддержка, на самом деле, иконки сами меняются здесь, в зависимости от того, что вы выбрали, давайте возьмем ватсап, вот что получается, пульсирует кнопка, меняются иконки с интервалом времени, как только вы добавите хотя бы два разных варианта, уже меняются, он виден, да, вайбер, я добавил вот ватсап вайбер с текстом своим, человек по сути кликает и по ссылке отправляется к вам в мессенджер, в интернете, посмотрите, как правильно ссылку сгенерировать на вайбер или ватсап, возможно здесь можно просто повесить телефон, вот у меня две соцсети, но у меня здесь почему-то стоит URL, вообще здесь просто надо телефон ставить, ну конечно, если в этой теме выскал прописан код, а я видел, что он прописан, когда мы вот здесь вот эти штуки настраивали, думаю здесь понятно, да, добавляйте соцсети, ничего сложного здесь нет, далее, еще можно добавить сообщение, иконка 30 на 30 пикселей, если хотите, чтобы еще дополнительный призыв сообщения выскакивал, то пишем текст здесь, и добавить иконку 30 на 30 пикселей, не знаю, она автоматически будет масштабироваться, если я большое загружу, скорее всего надо, ну да, она уменьшается, вот такое вот сообщение, это мы добавили одно сообщение, оно может меняться, как я понимаю, потому что, смотрите, есть кнопка добавить еще, сообщение номер 2, можно либо другую иконку, либо ту же вставить, и другой текст, конечно же, и можно добавить, я так понимаю, без ограничений, сообщения этих, и скорость анимации в миллисекундах, можно задать скорость переключения вот этих вот анимационных сообщений, давайте на фронтальной части сайта посмотрим, вот у вас есть вопрос, иконка меняется, меняется, видно текст, школа Федора Васильева, я добавил, и по крестику человек может закрыть всплывающее окно, но закрыть он вот это не может, она пульсирует, иконки там меняются, очень крутая штука, обычно это было бы реализован платным плагином каким-нибудь, а тут это прямо в тему внедрено, это удивительно, так, настройки мы с вами здесь рассмотрели, и на этом вот эта вкладка вся рассмотрена, дополнительные настройки, дальше, у нас все вот эти ниже вкладки до рекламных блоков и партнерской программы, мы не будем рассматривать, потому что сами смотрите, это все дефолтные настройки, которые в самой WordPress любой темы они есть, это те же самые настройки меню, как и если мы через консоль меню будем настраивать, и я их уже касался, поэтому мы их рассматривать не будем, вот это все глобальные настройки WordPress, WooCommerce здесь то же самое, глобальные настройки в WooCommerce, дополнительные стили, это все, то есть все это глобально, поэтому у нас остается рекламные блоки и партнерская программа, рекламные блоки, здесь на самом деле большой выбор, смотрите, мест, куда вы можете вставить рекламу, если ваш сайт заточен под рекламу, вы размещаете Google, там AdWords, AdSense, или еще что-то, или Яндекс рекламу, любую рекламу, которая выдает вам код рекламный, и здесь очень гибко код под виджетами, код над виджетами, вот это все вкладки, просто выбираете, где нужно разместить код, и внедряете код, смотрите, сколько мест, все подписано, где код будет размещаться, здесь больше сказать особо нечего, просто размещаете код, ваш код рекламный здесь, вот, все места, я думаю, что больше и не придумать, абсолютно можно бы просто завешать все рекламой, а вот партнерская программа, это как раз то, что я думал, почему копирайты мы меняем, а вот внизу вот эту ссылку мы не меняем, при покупке темы вы можете еще стать партнером и получить реферальную ссылку от разработчиков, это подойдет только тем, кто занимается, вот как я, например, обзором, обзорами тем, плагинов и так далее, то есть я использую данную ссылку, если вы берете себе сайт, и вы никак не связаны с WordPress, никак эту тему нигде не будете обозревать, а просто для для своего сайта, вам это никак не нужно использовать, никто у вас не купит тему внизу по этой ссылке, я вас точно уверяю, если вы конкретно не занимаетесь продвижением данной темы и вообще в этой теме вы не варитесь, как раз таки вот здесь она и отключается, если хотите просто поменять, то текст меняется здесь, текст после ссылки внизу добавляется, я это, конечно, у себя отключаю, здесь, по крайней мере, просто вам показать, что эта ссылка отключается для вас, для обычных пользователей, находится это здесь, в самом низу, мы прошли с вами все настройки, ну, скажем, наверное, на 90% мы с вами тему разобрали, и как я и говорил, давайте вернемся к Contact From 7, вообще посмотрим взаимодействие, чтобы вот эту заказать звонок, как-то оформить, да, потому что с этой Contact From 7 со сторонним плагином у нас тема выскал хорошо по дизайну связана, то есть заточена, скажем так, настройки, шапки, кнопка, здесь на кнопке выключаем, если у вас стоял ползунок, включено, и появляется установить плагин, просто удобно, отсюда, Contact From 7, можно из репозитория, у меня не установлен на этом сайте этот плагин, поэтому я прямо отсюда установить, нас перебрасывает, видите, внешний вид плагины, UAS SEO, кстати, вот отсюда тоже можно установить, вот Contact From 7, я его и устанавливаю, очень давно у меня про этот Contact From 7 в YouTube были уроки, именно как настроить сам плагин, это один из самых популярных плагинов для связи, где человек может отправить вам форму, имя, мейл, телефон, сообщение, перейдем в плагины, у нас же форма неактивна, нажимаем активировать, после активации Contact From 7 появляется здесь наша форма, пройдя в Contact From 7 у вас здесь будут предустановлены различные с полями готовые формы для разных действий и с шорткодами, шорткод по идее можно вставить там на страницу где-то, или добавить новую, я не буду настроивать именно саму форму Contact From 7, ее нужно настроить правильно, нужно настроить имейл, чтобы к вам доходили письма с вашего сайта, посмотрите либо мои ранние уроки в ютюбе, либо просто информацию найдите в интернете, об этом уже много сказано, нет смысла повторяться, я хочу показать именно внешнюю интеграцию, как же выглядит система Wiscoll данная форма, вот например форма для модального окна, вы можете видеть здесь поле введите ваш имейл, точнее имя, введите ваш имейл, и месседж, соответственно, уведомления, настройки здесь прям минимальные, даже если вы сейчас впервые видите этот плагин, настроить вы его сможете быстро, когда уже будете знать самые важные настройки здесь, именно чтобы доходили до вас письма, здесь нужно с имейлом разобраться, и как только мы активируем плагин контакт форм 7, вернемся в настройки темы, вот на эту кнопку заказать звонок, у нас уже вот здесь будет выбор этих форм, заготовленных заранее, смотрите в контакт форм 7, например, модальное окно заказать звонок, если мы перейдем, здесь уже прописан весь код, и если я здесь его вот выбрал модальное окно заказать звонок, и нажал сохранить, то на сайте эта кнопка смотрите, уже красиво вызывает самые необходимые поля данные, которые надо собирать, имя, телефон, сразу с маской, видите, только прописываем телефон и все, и сразу зажата птичка, что я даю согласие на обработку персональных данных, вот это обязательно доставлять, потому что у нас закон такой есть, 152 ФЗ, насколько я помню, который обязует здесь указывать, и вот эта ссылка, по сути, она сейчас не кликабельна, но здесь надо указать ссылку на внутреннюю страницу на политика конфиденциальности, и отправить, форму сейчас не будет отправлять, ее нужно настроить, на демо-сайте у меня она не настроена, вы, соответственно, здесь можете в этом коде аккуратно только что-то менять, текст, например, давайте посмотрим, обратный звонок, оставьте свои контактные данные, если вдруг нужно это менять, вы это можете менять, вот, например, оставьте свои контактные данные, вот все, что я выделил, аккуратненько меняйте текст на свой, вот обратный звонок, текст, который вот здесь, то есть, какие-то данные вы можете менять, поля тоже можно добавлять, вот здесь вот такие есть поля, например, имя, телефон, если только телефон, имя можно вырезать отсюда, опять же, нужно понимать, как работать с этими полями, по сути, вот отсюда код можно убрать, и будет только поле для телефона, или вы можете просто поиграться, не обязательно же выводить это, давайте посмотрим, что здесь есть контактная форма, то есть, заготовленные другие варианты, возможно, вам подойдут, давайте я обновлюсь, может быть, вам не придется ничего корректировать, смотрите, вот есть другая форма, где надо ввести имя, email, тема, обычная, да, ввести ваше сообщение и отправить, то есть, вот такие вот красивые готовые формы можно на эту кнопку привязать, а что насчет красивых модальных окон, которые будут всплывать на нужных страницах, ведь мы с вами в теме Whiskill недавно прям вот включили поп-апы, помните, и где они, что они, на самом деле у вас вот здесь появится, когда вы включите в настройках поп-апы, дополнительная вкладка здесь появляется, давайте ее и разберем, крутая дополнительная фича для нашего сайта, поп-апы и заготовлено у вас будет как у меня вот такие четыре варианта, давайте перейдем в первый, как он выглядит, смотрите, я перезагружаю страницу и для главной через три секунды у меня срабатывает поп-ап, вот, затемняется экран, текст свой, картинку свою, здесь возможно какое-то рекламное предложение, как пользоваться, то есть, заголовок, он тоже показывается, меняйте здесь, текст самого всплывающего здесь, картинку загружаете здесь, вот она у нас подгружается, дальше, смотрите, вы включаете модальное окно, ставите птичку, дальше выбирайте на каких страницах оно отображается, я выбрал только на главной, дальше у нас показано, как это можно еще сделать, режим работы, показать автоматически или вызвать при клике по кнопке или ссылке, показываем пока автоматически, через сколько секунд показывать после загрузки страницы, я поставил через 3 секунды, но на реальном сайте сразу вот такое окно лучше не показывать, лучше секунд через 15, чтобы сразу это так не отпугивало людей, а дальше вид, вот как иконки выглядят, так и вы можете выбрать, у нас вот такой стоит вид, затемнение фона светлый и темный, выбираете, и контактная форма, это получается наша вот эта вот контакт форм 7 плагин, можно выбрать, еще не пробовал, сейчас посмотрим, укажите время жизни куки, вот эту важную вещь, ставьте день, модельное окно будет показано одному посетителю только один раз в x дней, например, раз в 10 дней, пока тестируете, поставьте 0, чтобы это окно всегда показывалось, чтобы вы могли видеть, как оно работает, ну или у вас может стать задача показывать, да, действительно, постоянно всем это окно, тогда ставим 0, вот так это выглядит, другие варианты, выбираем, обновить, смотрим, вот такое окно, попробуйте без картинки загрузить, давайте рассмотрим еще варианты, вот такой вам момент, единственное, что вот надо было бы сделать опцию отключить при нахождении в мобильном устройстве, то есть на мобилке, я здесь не вижу спрятать там на мобилке, этого здесь не хватает, вот такое вот окно, смотрите, закрывает весь экран, крестик закрыть, есть, прям вот полностью закрывает, и есть еще вот такая иконка, которая добавляет еще дополнительное поле, текст платформы, можно еще добавить, ну то есть вот такое окно с текстом, вот я добавил тут текст, ну и давайте посмотрим без изображений все-таки, как это вообще будет выглядеть, выбрал обычный вид, ну просто видите, простое симпатичное модальное окно без картинки, теперь в модальные окна подключаем контактную форму, если хотим, чтобы прям форма задать вопрос сотруднику, ну к примеру, то есть вы подключаете готовые, заготовленные в контакт форм 7 окна, либо можете сами там форму создать, посмотрим, как она будет всплывать именно с формой, вот так это всплывает, вообще все, нареканий нет, красивая, дизайн, никаких нарушений по дизайну, все четко смотрится, смотрите, это просто удивительно, просто красота, в всплывающие окна мы можем запихнуть еще и контакт форм 7, помимо вот этого окна, да, у нас еще всплывающее окно, причем на разных страницах или на всех страницах с заданным временем, это все можно показывать, давайте еще рассмотрим метод всплывающего окна по клику, по ссылке, потому что у нас есть такая возможность, но здесь внимательно, нам нужно выбрать те страницы, где будет окно, срабатываясь по клику, на данный момент в карточке товар WooCommerce пока что это не работает, это будет работать в следующем обновлении, но для блога записей WordPress это можно сделать, значит, страница я выбрал, страницу блог и все записи, дальше обязательно вот здесь не забудьте выставить, вызывать при клике по кнопке, дальше уже понятно, что настроите форму под себя, теперь нам нужно специальную ссылку вставить, вот здесь вот можете пока скопировать, у вас будет свой уникальный идентификатор, он нам понадобится и также нам понадобится класс, я уже это балакнот скопировал, теперь я прохожу в записи, я использую редактор Gutenberg, встроенный WordPress и давайте посмотрим в одной из статей на примере кнопки, кнопки Gutenberg, просто можете написать здесь кнопка, вот она, кнопки находим, текст на кнопке, задать там вопрос или задать вопрос по этому товару, справа видим настройки кнопки, если их не видите, кликните по элементу кнопки, на холсте, ниже дополнительно, находим дополнительный класс CSS, я вставляю уникальный код в это поле, вот своей формы у вас будет своя, свой уникальный код от всплывающего окна, обновить, пойдем на сайт, причем обратите внимание, кнопка здесь абсолютно идет, тянутся все стили и от темы выскал, естественно, по клику срабатывает окно, то есть в любом месте на сайте, пока что в e-commerce не работает это, с карточки, но в следующем обновлении это тоже будет работать и там, пока только в блоге, ну и на страницах WordPress должна работать, то есть из записания модального окна я вставил только свой идентификатор, который у вас здесь будет проставляться, соответственно, у вас свой, у меня свой, ниже конструкция мне не понадобилась, уже работает без нее. Далее я перехожу в страницы, остались такие небольшие мелочи, скажем, у меня не работает список желаний, кнопка, а любую страницу создаете, у меня она создана уже, заходим внутрь и просто назначаем ей правильный шаблон. Шаблон, вот он сам внизу, выбираем, то есть вот так вот, чтобы у вас выглядел он и сохраняем. Видим, что у меня двоечка добавлены, два товара, если я нажимаю, теперь эта ссылка у меня и у вас естественно тоже будет работать. Два товара я добавил в список желаний. Да, шорткод, здесь у меня выводится от предыдущей темы, естественно, это я удаляю, здесь это не нужно. В таком изобилии огромных настроек я даже сам не заметил, что я пропустил очень важные опции по настройке самой карточки товара, а это по сути сердца вукомерца и давай сейчас их рассмотрим. Я пробегался и их упустил. Находятся они настройки внутренних страниц и это именно настройки товара вукомерс. Здесь можно подробно остановиться. Эти настройки именно для карточки товара, где у нас миниатюра, где отзывы можно оставить, где полное описание и так далее. И давайте рассмотрим. То есть сайт бар у нас здесь по сути в карточке он не подразумевается, но кому нужно, можно вот видите вывести сайт бар. Слева, справа. Ширина сайт бара, все это понятно. Показывать галерею товаров сбоку. Важная опция. Вот эта галерея с миниатюрами, она может у вас находиться вот здесь вот с краю. И причем будет вот такой здесь ползуночек. То есть как вам больше нравится. Если много миниатюр, то лучше, наверное, чтобы они выглядели вот так. Далее показывать ли плавающую кнопку в корзину. Выбирайте далее нет. Аякс добавление товара в корзину обязательно включаем. без перезагрузки, чтобы это работало. Высота видимой части блока с кратким описанием. Вот она у нас краткое описание. Можно управлять высотой. Показывать социальные кнопки. Поделиться вот они в соцсетях. Конечно, такое лучше оставлять. Это социальное продвижение. Но если вам здесь этого не нужно, вот видите социальные кнопки я прячу. Причем они настраиваются в одном месте. Вы помните мы их настроили и убрали ненужные. Оставить только необходимые. Показывать похожие товары ниже похожие. Но это вообще полезная опция. Лучше всегда такое показывать. Но на ваше усмотрение можно скрыть. Вот они ниже. И заголовок можно поменять похожим товаром. Именно вот этот заголовок. Дальше тип заголовка можно назначить H1, H2. Ну H1 лучше не назначать. Это основной заголовок. У нас должен помечаться первый заголовок. Но другие теги можно выбрать. Я рекомендую оставить DIV. Количество похожих товаров тоже можно этим управлять. Сколько отображать. Показывать просмотренные товары это ниже блок. Тоже это очень полезно. Сам пользуюсь интернет покупками в разных магазинах. И полезно на самом деле быстрый доступ к просмотренным товарам. Заголовок тоже можно поменять. И количество просмотренных товаров тоже можно поменять. И это еще не все. здесь есть в самом низу очень прикольная тема, которая позволяет так скажем красивенько дополнить информации карточки все основной информации или какие-то определенные товары. смотрите добавить блок и давайте сейчас это реализуем. Пишем заголовок пишем текст сейчас вы поймете где это отображается потом естественно будете это уже вот уже это здесь видно дополнительное сопровождение блока симпатично смотрится. Ниже важно понимать показывать во всех товарах или айди товара через запятую на каких товарах этот блок будет показываться. То есть это какая-то общая информация которую вы хотите вставлять для всех товаров тогда выставляете здесь и она по идее должна для всех товаров вставиться. проверим. Это один я блок вставил. Смотрите я его сворачиваю добавить второй блок и давайте сразу с фронтальной части я посмотрю как было обновляем страницу как стало посмотрите как красиво вывел вот такие вот блоки 4 штуки 3 у меня получается в ряд дополнительных товаров и давайте посмотрим они должны по идее на всех быть товарах в какой-нибудь другой аппарат в canon вот они автоматически обязательно учтите этот момент автоматически эти блоки повторяться будут во всех товарах давайте посмотрим что на планшете все адаптивно выстраивается давайте для красоты здесь блоки у нас с вами выстраиваются сами в 3 колонки да то есть я вижу что здесь я не могу выбирать колонки 4 удалю чтобы ровненько было 3 колонки теперь айди товара переходите в список товаров просто наводите мышь вот на изображение товара и вы можете видеть вот здесь идентификатор уникальный у каждого свой либо в блокнот либо запоминайте и я прохожу сюда я так понимаю в каждый блок это нужно прописать скажем если я хочу эти блоки показать только в одном товаре поэтому я здесь прописал в первом блоке айди товара для второго блока 141 для третьего 141 и получается что вот здесь показано в другой товар перехожу или в любой еще другой товар видите нет этих блоков и таким образом смотрите идентификаторы товаров если для нескольких надо ставим запятую ставим айди товара следующего для каких вот эти блоки мы выводим пускай у меня выводится для всех что еще про карточку товаров хочется сказать заходим через админку в редактирование любого товара сейчас будут очень такие интересные тоже моменты у нас здесь есть внизу характеристики товаров такой блок и значок продукта давайте характеристики товара где отображается и как это будет выглядеть открываем список можно написать значение описание и добавить иконку писал значение вписал описание нажимаю добавить загружаем какую-то иконку я по своему обычаю возьму свой логотип вот так вот сворачивается если будет мешать добавляем еще добавил две и самое главное где и как отображается естественно это уже я делаю лишь для одного товара это уже для каждого товара вам нужно будет загружать если вы хотите отображать дополнительную информацию в карточке давайте посмотрим где и как это выглядит то есть естественно здесь иконку нужно подобрать вот появляется блок характеристики который автоматически подставляется под социальными блоком какой-то дополнительный возможный текст сюда в карточку вы видите можно вставить очень симпатично теперь иконка вот такая иконка по умолчанию у вас будет распродажа если у вас этот товар распродается итак значок во-первых можете скрыть тогда он вообще не будет выводиться значок распродажи давайте посмотрим что здесь есть добавить значок мы не можем выбрать потому что надо сначала сюда зайти у нас открывается новая вкладка ничего здесь нет значки добавить значок название значка цвет фона цвет текста я так подозреваю что это вот этот который при наведении у нас распродажа для него цвет текста цвет фона изображение уникальное свое графическое изображение загрузить естественно я загружаю сейчас свое изображение и прямо сейчас вы это видели пока я записываю этот разбор еще появилось обновление прямо сейчас на тему выскал и как раз таки добавили понятно тут фиксы исправления и добавлены попапы для вукомерс это то что я говорил что оно не не поддерживается и будет поддерживаться в новом обновлении вот эта кнопка попап по клику теперь уже работает и здесь естественно мы сейчас это обновим так здесь я нажимаю обновить создаю значок теперь в товарах появляются все значки слово то есть можно добавить сюда неограниченно еще и еще на странице вукомерс если у вас эта вкладка была открыта я ее обновляю теперь я могу добавить появляется вот эта единичка выбор значка посмотрим как это на сайте то есть значок подставляется рядом и при наведении один фон оранжевый то есть получается вот эта единичка мы теперь понимаем что туда можно прописать какой текст то есть это получается дополнительный ярлык отметить чтобы скрыть значок вукомерса с продажи то есть это мы скроем распродажу и что получилось я вернулся в иконке здесь поменял заголовок цвет поменял и получается вы сюда добавляете к товару иконки с разным текстом вот школа Федора Васильева при наведении и моя иконка единственное остается решить вопрос почему-то заливается оранжевым там хотя у меня прозрачный цвет возможно стоит брать какую-то может быть иконку с фоном ну это уже надо поиграться то есть вот такие еще дополнительные возможности я добавил еще одну иконку просто посмотрим как они будут вместе две иконочки понятное дело что не стал заморачиваться искать другие иконки но вот просто вам показываю что разные иконки с разными заголовками вот они здесь высвечиваются и так на этом мы с вами закончили изучать тему уискал те кто усидел и досмотрел это видео до конца жму краба потому что это нужно иметь усидчивость даже если вы за несколько присестов его прошли все равно вы молодцы и я самое главное надеюсь что данное видео разбор поможет вам быстро не напрягаясь самостоятельно собрать себе сайт на данной просто удивительно замечательной теме это не рекламные слова эти слова от души потому что эта тема мне самому полюбилась и обязательно я буду ее использовать в каких-то своих следующих сайтах видно что потрачено много сил энергии времени на эту тему не знаю когда она была запущена когда она была создана но потрачено много сил думаю что там работа кипит и сейчас и разработчики скорее всего будут добавлять допиливать внедрять что-то еще интересное в данную тему но самое главное чтобы она потом не стала тяжелой потому что она действительно быстрая ну по крайней мере визуально через синтетические тесты я не прогонял но я вижу у меня уже глаз наметан что когда сайт тяжелый я вижу это на глаз и даже уже на том что мы сделали уже было бы видно если бы сайт был тяжелый а я на этом с вами не прощаюсь и до новых разборов с другими интересными темами на wordpress пока пока друзья Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok